Я работала с Лэнгэсом, но я работала с Лэнгэсом, но она работала с Лэнгэсом. Я работала с Лэнгэсом, но я работала с Лэнгэсом, но я работала с Лэнгэсом. Я работала с Лэнгэсом, но я работала с Лэнгэсом. Я работала с Лэнгэсом, но я работала с Лэнгэсом, но я работала с Лэнгэсом. Я работала с Лэнгэсом, но я работала с Лэнгэсом. Я работала с Лэнгэсом, но я работала с Лэнгэсом. Это вопросы, которые вам надо знать не по симптоматике, а по вопросу основной задачи психотерапии, которая стоит перед терапевтом. Неважно, в принципе, каким методом он занимается, каким направлением. Хотя, конечно, есть направления, которые не рассматривают причины, они рассматривают исключительно симптом. Но какие-то краткосрочные стратегии, они имеют место быть и они направлены на улучшение качества жизни человека в локальном периоде. Мы ими, безусловно, пользуемся. Но нужно понимать, что у этих краткосрочных стратегий есть как и плюсы, так и минусы. Главный минус в том, что они не решают суть проблемы, и человек рано или поздно все равно вернется в кабинет. Ну, это то же самое, что быть стоматологом и знать, что ты видишь, что есть образовывающийся кариес, и ты знаешь, что точно человек придет, но ты его не лечишь со словами, вы же придете заплатить деньги позже. Да, ну, что-то вроде этого. Есть также краткосрочные стратегии по терапии симптомов, которые направлены на временное ослабление страха или тревоги путем концентрации внимания или расслабления. Но они также не приносят долгосрочных облегчений, а лишь краткосрочные. Конечно, краткосрочное облегчение достаточно яркое может быть, и создается иллюзия некоего выздоровления. Но те ребята, которые занимаются со мной, а их сегодня здесь немало, напишите, пожалуйста, сейчас плюсик, те, кто занимаются со мной в группе. Или вообще занимаются со мной. О! У нас примерно... Ага, спасибо, что пришли. У нас примерно 50 человек, кто со мной не занимается, и примерно человек 30, которые со мной занимаются. Отлично, спасибо вам большое. Для тех, кто занимается со мной в группе, ребят, у нас фактически воскресная лекция о детстве. У нас ребята присутствуют из разных групп. Кто-то уже на третьем блоке, кто-то на первом, кто-то на втором, кто-то к четвертому уже перешел. И у нас фактически сегодня будет такая общая лекция о детстве, о воспитании, о профилактике. Да, но прежде чем мы перейдем к сути вопроса, я хочу какую-нибудь небольшую подводочку вам рассказать о том, о чем я и рассказываю. Да, сначала про симптомы. Сегодня основной задачей нашей лекции будет являться четкое понимание, что такое невроз, как он формируется, куть его формирования, как это четко непосредственно связано с детским периодом ребенка. Если и тема была заявлена, как вы помните, воспитание детей, да, помним? Вот хочется кое-что пояснить. И я не из тех людей, которые говорят, делай так, будет так. Я из тех консультантов и психотерапевтов, которые стремятся сделать так, чтобы человек сам понял. Вот я не буду вам сегодня говорить, делайте так, делайте так с вашими детьми. Это неправильно. Вы имеете полное право поступать так, как считаете нужным. И никто не вправе вам сказать, что делать и что не делать. Если это не граничит с рамками закона, соответственно, да. Я не буду вам говорить, как воспитывать ваших детей. Что с ними делать и что с ними не делать. Это к вопросу о том, что у меня нет детей и зачем я веду такой вебинар. Включаю. А это... Не надо мне задавать сейчас вопросов, пожалуйста. Вот какого хрена Евгения задает мне вопрос, когда я сейчас читаю лекцию про запись вебинара? Вот к чему ты это сейчас задаешь? Вот я уже мысль потерял. Не надо. Что я говорил? Важная история... Важно понимать. Понимать что? Понимать то, что когда вы сегодня узнаете то, как формируются неврозы и что такое невроз, вы сами для себя поймете, как вы можете воспитать ребенка максимально невротично или не максимально невротично. Я могу вас попросить не писать ничего в чате и проявить все-таки какую-то рациональность и интеллект. Я же уже просил это сделать. Я чат выключу. Значит, я не буду вам говорить, как воспитывать и как не воспитывать. Я буду вам говорить о том, как формируются неврозы, истерия, невластения, абсцессивно-компульсивное расстройство, невроз навязчивых состояний, паника. И я вам четко покажу, как это связано с детским периодом. Это не говорит о том, что ваши сегодняшние панические атаки, ваши сегодняшние проблемы четко связаны со сознанием детства. А здесь есть тоже большая ошибка. От того, что мои клиенты понимают эту связь, панические атаки не заканчиваются. То есть тут нет прямой терапевтичности панические атаки, агорофобии и детства. Симптом – это отдельная локальная проблема, которую, как я уже сказал выше, можно решать локально. Но если мы говорим о целом невротической идее, то она решается не локально, она решается с помощью осознания определенных процессов. Чем мы сегодня с вами займемся. Основной тезис, который сегодня будет донесен до вас, очень сильно многим поменяет голову. Поэтому я и заявлял в вебенаре, что вы в Новый год, возможно, придете уже с четким новым пониманием сути проблемы. Сразу хочу сказать, что есть такой термин, который я называю терапевтический вакуум или техника «давай сначала». Выглядит это так, что в определенный период терапии клиенты попадают в некоторый такой вакуум после некоторых осознаний с помощью нашей работы. Вот я постараюсь сегодня сказать, что такое терапевтический вакуум. Проще говоря, это осознание. Фейд это назвал инсайтом в свое время. Когда вы осознаете, почему вы выбрали этот институт, эту одежду, этого мужа, эту жену, почему вы расстраивались там, там и там, почему вы так себя ведете в этих и этих ситуациях, почему вы волнуетесь, почему вы так себя, опять же, ведете, почему вы это говорите, и почему вас это задевает, и почему не задевает. И вдруг человек начинает понимать, почему и для чего. И в какой-то момент он начинает отказываться от этой стратегии, психологически осознавая это, это психоанализ. И человек начинает попадать в ситуацию, где он понимает, что он уже это делать не хочет, потому что его стратегии уже пересмотрены. И он попадает в вакуумное состояние со словами, а кто же я такой, чего же я на самом деле хочу. А вот хочется сейчас чат открыть, а есть такие ребята, которые вот уже попали в этот момент, может быть из моих клиентов, может быть из не клиентов, которые вдруг понимают, что я это все делал для того, чтобы, вы, а что же я на самом деле такое из себя представляю. О, есть да, какое-то количество людей, это скорее всего мои клиенты, как я уже понял, да. И они абсолютно четко понимают, что проблема не в симптомах, а проблема в том, что они себя ведут определенным образом. Спасибо большое, ребят, благодарю вас. Вот это и есть настоящая психотерапия. Когда человек осознает его тактики и стратегии поведения, об этом мы сегодня будем говорить очень подробно. Именно эти тактики, эти стратегии являются неврозом, который потом сталкивается в определенных ситуациях, в определенное время, попадает, как мы говорим, ключ к замку. И начинается невротический выход в симптом, как символичное проживание эмоций, напряжения, конверсии этого напряжения. Об этом сегодня будем говорить очень подробно. Поэтому основная задача психотерапии – это сделать человека свободным. Учиться пользоваться свободой. Потому что большинство времени наши клиенты жили, руководствуясь невротическими стратегиями, невротическими идеями, которые в какой-то момент у кого-то получались. Помните такой вопрос, мне часто задают, или может быть у вас он в голове был. Как же так, вы говорите, Алексей? У меня есть соседка, у которой очень травматичное детство, но она почему-то без паники и без симптомов. Есть знакомый, у которого очень хорошее детство, как вам кажется, и у него все очень плохо. Вот здесь я тоже буду отвечать очень подробно на этот вопрос. Потому что ответ, реализуется ли невротическая стратегия и тактики в жизни, и будут определять уровень симптоматики невротического проявления. А вы сегодня это очень четко поймете. Потому что симптомы вегетативные, эмоциональные, поведенческие, навязчивые, они формируются не просто так. Они формируются в обстоятельствах, где мы с вами абсолютно четко начинаем не реализовывать свою невротическую стратегию, невротическую идею. Соответственно, от этого возникают симптомы, например, вегетативные. Вместо того, чтобы работать над стратегией и тактикой, которые привели вас к этому противоречию, вас начинают уволить в медицинский лабиринт со словами «давайте пообследуем что-нибудь», говорят странные слова, ВСД и так далее. Вы уходите в сторону поиска терапии ВСД, естественно, там еще больше путаетесь, и в итоге не получаете никакого облегчения, ничего. Соответственно, если даже применить локальные техники по терапии напряжения, телесно-ориентированной терапии, дыхание, поведенческие упражнения, направленные на работу с паникой, с агорофобией, безусловно, вам станет на какой-то период легче. Но в долгосрочной перспективе вы не изменили ваши стратегии и тактики, и вы 100% чуть позже при опять выходе на работу, или выходе в социум, или контакте с мужем, женой, с коллегами, все равно опять столкнетесь с невротизацией. Давайте сейчас опять обратимся к статистике, и я задам такой вопрос. Кто на какой-то момент получал облегчение от техник панической атакой, агорофобия или навязчивости, и думал, что все хорошо, но потом в какой-то момент он опять столкнулся с жизненными обстоятельствами, и у него опять усилилось вегетативное напряжение? Что опять же доказывает эмпирический мой тезис о том, что терапия панических атак и агорофобия не является фундаментально важной. Она является краткосрочно важной, но не фундаментально важной, потому что вот эти люди, которые сейчас поставили плюсики, это те люди, которые понимают, что невротизацию создает не паническая атака, а невротизацию создает их стратегия и тактика. Вот сегодня мы об этом будем говорить. Отсюда будет вытекать логический тезис о том, что я расскажу, как создаются стратегии и тактики, окей? И исходя из того, что мы с вами поймем, как создаются стратегии и тактики, то бишь невроз, вы сами для себя и ответите на вопрос, как же мне воспитывать ребенка так, чтобы эти стратегии и тактики у ребенка не создались. Окей? Еще раз. Мы с вами поймем, как формируется невроз, мы с вами поймем, как формируются стратегии и тактики невротические, и вместе с вами выведем некоторые средние тезисы о том, как же не допустить сильных стратегий, сильных тактик невротических, которые 100% потом выйдут у ребенка в невротическую жизнь и столкнутся. Корреляция тут очень простая. Чем невротичнее стратегия, тем невротичнее тактика, тем больше шансов, что это столкнется с жизненными обстоятельствами, которые выведут вовсе сильнейшее напряжение. Напряжение уже конверсируется либо в тело, либо в страхе, либо в навязчивость. Это можно сравнить примерно с математической закономерностью. Чем больше объем тела, тем больше сила сопротивления, тем больше физические векторные силы на него влияют. Чем больше масса предмета, который контактирует с окружающей средой, тем больше сила, воздействующая на него. Соответственно, первый вводный тезис понятен, чем мы сегодня будем с вами заниматься. Мы будем заниматься понятием, как формируются неврозы. Понимая это, мы с вами можем вывести некую среднюю формулу профилактики. Хорошо. А у меня к вам большая просьба. Напишите мне, есть ли кто-нибудь, кто присутствует на занятиях с родителями сейчас. Я в одном из видео просил, если хотите, приводите родителей. Я разблокировал чат, вы можете написать. Никто с родителями присутствует? Чуть позже подключится. Понятно. Есть, да, кто-то? Хорошо. Великолепно. Это радует. А кто родитель сам и хочет для себя понять? На будущее или есть дети, да? Хорошо. Отлично. Великолепно. А давайте я пробегусь, какие у нас страны, города есть. Да, ребят, с Украины мало. Володя, привет. Рад тебя видеть. Володь, с Украины, как у тебя дела? Привет. Хорошо, что ты увидел мой звук. Понятно. Ну что, давайте потихонечку начинать. Значит, исходя из моего первого тезиса, хочется услышать ваши вопросы. Хочется услышать первый блок вопросов или пожеланий по поводу вебинара. Почему много успешных людей живут хорошо, даже не зная психотерапии? А с чего такой вывод? Я знаю много успешных людей, которые посещают мой кабинет и кабинет моих коллег. Платят за это большие деньги. Просто вы об этом не знаете. Я бы не сказал, что это единицы. Если ты приедешь в Америку, то ты увидишь любого успешного миллионера или человека, который имеет своего психотерапевта. И он тебе по секрету даст визитку. Про те, кто не имеет психотерапевта, ну, наверное, они не чувствуют в этом потребности. Они считают, что им это не нужно, это их право, мы же не тащим никого в наш кабинет. К нам приходят по запросу. Если уйдет стратегия, то останется пустота. Порушатся защиты, это не опасно. Нет, защиты не порушатся. Психологические защиты как раз защищают от того, чтобы стратегия не провалилась. Если ты поменяешь стратегию, ну, представь себе, у тебя стратегия биться головой об стену. Да, у тебя от этого больно. Если ты перестанешь биться головой об стену, что тут опасного? Ты наоборот перестанешь лоб расшибать и будешь ходить и улыбаться со словами, какая я была дура все это время. Почему? Сейчас, подождите, стойте, 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 стойте. Почему я чем? А можно вот к вопросам о пожеланиях больше? До скольких лет считается детство? Ну, технически до 18 лет, да, мы говорим об ответственности. Разные психоаналитики имели в виду разные периоды. Фрейд отдавал предпочтение первым пяти годам жизни. С первого дня рождения, да, там, три стадии особых развития ребенку он уделял. А потом разные психоаналитики разделяли это на разные этапы. До года, до двух, до пяти, до семи. Пуберта, три пуберта, там, в сути в этом не меняется. Я полагаю, что твой вопрос зависит, говорит о том, когда формируется, да, наверное, вот эта вот стратегия и тактика. По моим практическим работам с моими клиентами, я думаю, у всех по-разному, но в основном уже где-то к 15 годам уже четко железобетонно формируется, вот когда личность, да, окончательно, так скажем, формирует свои основные структуры. Где-то к 15 годам, у кого-то раньше, у кого-то позже, формируется четкая невротическая идея. Это уже прослеживается у многих клиентов в детстве. Вы согласитесь, что уже в школе, да, у многих прослеживается вот эта история, я боюсь ответить, у доски плохо, я одинокий, замкнутый, я вот, или хочу выделиться. То есть вот эти все стратегии, они уже потихонечку начинают проявляться еще в школьный период и в институте, потом мне просто как снежный ком начинают накапливаться, особенно это связано с ОКР, когда у нас есть стратегии, я боюсь быть плохим сыном или дочерью. Вот это вот пятерышники, сейчас кто-то на меня обидится. Ребята, если у вас красный диплом в школе, вы уже очень сильный невротик. Вообще к пятерышникам можно относиться, я сейчас буду лично свое мнение, я не видел здоровых пятерышников. Вот реально. Я ни одного здорового с точки зрения неврозологии пятерышника, отличника не видел. Вот люди с красными дипломами, да, не то, что я им так сильно завидую, я учусь хорошо в тех областях, которые мне интересны, но я не видел вот отличников круглых, которые здоровы, потому что вот эта история, это 100% невротическая идея. Для чего называется. Поэтому если мы пытаемся воспитать пятерышника и красный диплом, то мы создаем 100% очень сильную проблему. Потому что если потом в жизни будут 3 и 2, а они будут, он разрушится. И я не видел здоровых Ирины отличников. Тут ну реально. Я видел здоровых двоечников, которые сегодня управляют вашими компаниями. Потому что у них ум более подвижный. Они могут ошибаться, они могут показаться смешными, они могут показаться глупыми, они могут показаться отвергнутыми. А пятерышники не могут. Пятерышник не может показаться глупым, отвергнутым, смешным и глупым. Он вот привык вот так, чтобы получить пятерку. Пятерышник хорош на какой-то должности, которая написана инструкция, как себя вести. Вот он как ходит, как робот пятерышный. А троечники, двоечники, они не боятся показаться смешными, глупыми, они боятся рисковать. Они достаточно подвижны в своей психике. Есть такая книга «Эмоциональный интеллект». Там об этом тоже много сказано. Но это, в принципе, фундаментальная вещь. Пятерышники не добиваются хороших успехов. Это видно и в мировой статистике, и в кабинете психотерапевта. Они 100% потом попадают в состояние полного странного состояния в жизни. Потому что им казалось всю жизнь, что их пятерки, их красный диплом, их тактика приведет их к успеху. А в жизни-то на самом деле все принципиально наоборот. Их пятерки, их тактика привела их к абсолютному не успеху, как правило. А вот те, кто учились на 2, а на 3, их жизнь привела к успеху. Удивительным образом. И те говорят, пятерышники, как же так, жизнь несправедливая. Жизнь должна быть справедливой. Я же красный диплом 2, а у тебя двойки и ты миллионер, а у меня пятерки и где. И вот начинается проблема. Они начинают озлобляться на весь мир со словами «это несправедливо», что такое. У них начинается паника, потому что двоечник зарабатывает лучше. И у нее, у двоечницы интереснее муж, у двоечницы интереснее половая жизнь, социальная жизнь. У пятерышники так, достаточно нормативно. Есть исключения, безусловно, но в основном это выглядит вот так. Потому что пятерышники – это стратегия. Мне кажется, я выберу профессию врача, чтобы быть типа супермена. Ну да, мы сейчас поговорим об этом. Профессия врача – это история пользы, это история престижа, призвания. Это история… Это все про стратегию, ты абсолютно прав. Я выбрал психотерапию и очень понимаю, почему. Я работал персональным тренером, я работал парикмахером, я работал в зообизнесе и так далее. Я прекрасно понимаю, почему и что я делаю. Это есть осознанность. Правила с паниками. Давайте, хорошо, я так понимаю, что по желанию как-то вы не очень пишете. А можно ли ребенку в 11 лет слушать семинар вместе со мной? Ты знаешь, я не уверен, что в 11 лет ребенок поймет что-то в этом плане и как он это поймет. Я бы сделал по-другому. Я бы послушал сам, а потом бы подумал, что ему объяснить. Потому что, понимаешь, ребенок в 11 лет может интерпретировать совершенно по-разному. И лучше, конечно, здесь не присутствовал, чтобы он на вебинаре. Потому что я могу материться, я могу приводить примеры определенные. Лучше не надо. Ты не подходишь на роль медика? Я чувствую, я не знаю, кто ты и что там ты не подходишь. Мы выбираем профессии, мы выбираем людей, мы выбираем поведение благодаря нашим нейроническим идеям. Ну что, давайте начнем. Итак, история про тактику и стратегию, которые формируют, собственно говоря, невроз. Есть три основных невроза, которые определяют потом формирование и внутреннего конфликта, которые формируют последующие симптомы. Давайте начнем. Тут очень много я себе тезисов выписал. Давайте начнем с этого. Что такое тактика и стратегия? Есть у кого-то понимание вообще, что такое тактика и что такое стратегия? Мы очень часто произносим эти слова в жизни, да? Но мало кто понимает, что такое тактика и стратегия. Для многих это одно и то же. Вот поставьте сейчас плюс, для кого тактика и стратегия это одно и то же. Только честно. Но тот, кто не очень понимает существенную разницу. Все понимают разницу, что такое тактика и стратегия. Жень, я не просил умничать и доказывать невротично, что ты умный. А я просил написать, кто понимает, а кто нет. Имею ты в виду, что ты сейчас опять делаешь. Ты сейчас опять невротично пытаешься доказать, что ты умный. А я этого не просил. Вот. Ага. Хорошо. Объясняю. Тактика – это глобальная задача, которая решается путем применения... О, простите. Стратегия – это глобальная задача в целом, которая формирует определенную миссию или философию, допустим, в жизни или в войне. Например, наша стратегическая задача – захватить эту гору. Потому что это стратегически важный плацдарм. Или моя стратегическая задача в жизни – доказать, что я не глупый. Или моя стратегическая задача в жизни – доказать, что меня есть за что любить. Или моя стратегическая задача в жизни – получить любовь, которой не хватило. Или моя стратегическая задача – наказать своих родителей за то, что они творили в детстве. Или моя стратегическая задача – понравиться папе, потому что папа был холодным и дистанцированным. Или моя стратегическая задача – получить все-таки одобрение мамы, потому что мама все время говорила, что я дура, а сестра моя умнее. Или моя стратегическая задача, чтобы отец наконец-то обратил на меня внимание, потому что он все время меня игнорировал. А брат оставил в пример. Или других мальчиков во дворе со словами, посмотри, вот Петя как человек, а ты умнее как непонятно что. Вот примерно сейчас мы будем об этом говорить. Итак, стратегия, сейчас мы к детству переходим, это то, что формируется в детском понимании ребенка, какой он. И какая у него задача. Поняли, что я сейчас говорил? Повторить, что я буду делать. Я сейчас вам поставлю уже известный, значит, я его уже много раз вам ставил, да, ролик о том, какие фразы и поведения формируют эти самые стратегии. Эти самые стратегические идеи. Вот давайте послушаем и будем говорить об этом дальше. Каждый ребенок может многого достичь. Стать чемпионом. Мне блевать, что ты хочешь. Открыть новые планеты. Отец тебе задаст. Стать рук звездой. Не лезь, куда не бросит. Путешествовать. Какой же ты бестолковый. Сделать карьеру. Да что из тебя выйдет? Иметь большую семью. Сколько можно? С каждым жестоким действием и словом, частичка будущего исчезает. Каждый ребенок может многого достичь. Танцевать. Ты хуже всех в классе. Побеждать. У тебя все валится из рук. Иметь друзей. Кто ты такая, свое мнение иметь. Стать великим художником. Не задавай дурацких вопросов. Быть самой красивой. Создать семью. Ты мне больше не дочь. С каждым жестоким... Ну и так далее. Там социальная реклама, но фразы, которые я услышал в этой рекламе, они очень хорошо попадают в то, какие поведения родителей... Это только маленькая часть, согласитесь, да? То, что вы услышали. Как поведение родителей формирует ту самую стратегию. У тебя все валится из рук. Посмотри на сестру, посмотри на брата. А ты что? Вот все дети нормально рисуют. А ты? У тебя что? Руки из... Посмотри. Как ты надела? Как ты это сделала? Что ты сделал тут? А это кто? А ты что, не мог лучше? Почему все поняли, а ты не понял, да? Вот можно, по-моему, всю жизнь говорить о том, как могут вести себя родители. Или, допустим, ребенок ничего не сделал, пришел домой, там, или у него там четверка, или двойка, ему в нос прилетело. Или бутылка по голове. Или он вообще ничего не сделал, а ему просто на него наорали. Вот просто так. Или он пришел, и он все время виноват. Что бы он ни сделал, он все время сделал что-то не так. Чашку поставил не так, это сделал не так, это сделал не так. И вот многообразие поведений рождает определенные стратегии у ребенка. Какой я? Я глупый, я ни на что не способный. У меня все валится из рук, как вы слышали. Я не смогу, я не справлюсь, я тупой. Что бы я ни делал, у меня не получится, и мама будет меня ругать, или папа. А как бы я себя не вела, папа недоволен мной. Что бы я ни делала, как бы я ни плясала, папа все равно холоден. А это значит, я плохая дочь, я недостаточно хорошая. Потому что у Маши из соседнего подъезда, папа забирает ее из детского садика и школы. И целует ее, когда видит, а меня нет. Значит, Маша хорошая, а я плохая. Вот папа Володя ходит с ним на секцию по карате и радуется его успехам. А мой папа нет. Значит, я хуже, чем Володя. Плюсик сейчас ставим, кто понимает, о чем я говорю. Отлично, хорошо, спасибо, продолжаем. Вот этот момент очень важен, спасибо. Потому что именно вот так в детстве и формируется невротическая история. Именно вот эти поведения. Итак, давайте запишем. Есть три основные линии, которые формируются благодаря вот этому поведенческому... Мы будем говорить не о очень простых вещах, имейте в виду. Да, у вас могут быть эмоции и так далее. Это нормально. Формируются три основные линии поведения... Простите, формируются три основные тактики, стратегии у ребенка. Их можно условно назвать как нелюбовь, некомпетентность и вина. Вот три основные линии. Нелюбовь, некомпетентность и вина. Поясню. Я уже сейчас ниже, выше объяснял, но я поясню поподробнее. Нелюбовь – это убеждение, которое создается путем поведения с родительской семьей именно вот таким образом, что любить меня не за что. Папа так себя ведет холодно, потому что я недостаточно хорошая дочь. А вот у других достаточно хорошая. Мама так со мной себя ведет, потому что я недостаточно хорошо что-то делаю. Или я недостойна, чтобы у меня была такая семья. Вот так формируется убеждение, что любить ты меня не за что. Это стратегия. Любить меня не за что. И вот тут формируется основная часть стратегии. Я буду всю жизнь добиваться любви. Я буду всю жизнь доказывать... Вот это очень важное слово. Подчеркните себе в конспектах. Ребят, я привык просто к лекциям, поэтому я буду немножко обращаться, как будто вы в аудитории. Ладно? Слово «доказывать» очень важно в формировании невротической идеи. Мы не просто живем с вами, черт побери. Мы с вами доказываем. Плюсик, кто это понимает сейчас. Мы с вами своими поступками, действиями начинаем доказывать, а не жить. Ага, благодарю. Спасибо. Спасибо, спасибо. Мы с вами доказываем. В данном случае мы берем с вами пример с любовью, да? Мы доказываем право на любовь. Или мы доказываем желание, чтобы нас любили. И вот она наша стратегия. Я должна доказать, что любить меня есть за что. Я должен доказать маме и папе, что все-таки меня есть за что любить. И себе тоже в том числе. Понятно? Другое формирование в детском возрасте формируется под названием некомпетентность. Это все то же самое. Абсолютно такое же холодное поведение мамы и папы. Только с акцентом на интеллект. У тебя валится из рук. Вот Маша умнее, а ты тупее. Почему все написали на 4, а ты на 3? Ты что не понимаешь, как это выучить? Что ты за тупой такой? В идеале, чтобы тебе еще прилетело учебником по голове. Со словами ты так больше поймешь, наверное. А так вот ребенок не понимает, как решить задачу. Ему надо по голове учебником съездить. Тогда, наверное, он поймет. Я бы таких мам, в принципе, сразу бы отправлял куда-нибудь подальше полечиться моментально. Потому что потом мы таких детей, к сожалению, пытаемся исправить. И не всегда это получается. Но папа тоже порой прикладывается. Потому что ребенок уже недостаточно хорош в спорте. И он начинает... Что ты? Что ты такое? Ты что, не мужик? Что такое происходит с тобой? Ты что тут расплакалась вообще? Какие сопли? Ты что? И вот, собственно говоря, все это вызывает у ребенка определенное понимание себя. Так вот, некомпетентность. Я просто испытываю небольшую злость на некоторых родителей, своих клиентов. Поэтому я могу сейчас немножко эмоционально некоторые вещи говорить. Окей? Я просто объясняю свою эмоцию. Я иногда злюсь на некоторых родителей, своих клиентов. Потому что у меня 85 человек в неделю. И я знаю очень большое количество историй детства. И порой по-человечески и по-профессионально, но не могу я не отреагировать то, как я со-переживаю, со-чувствую своим клиентам. Поэтому иногда я проживаю некоторую злость на поведении родителей, своих клиентов. Это нормально. Так вот, некомпетентность. Главное, чтобы вы это все понимали. Видите, как это должно быть осознанно. Я сейчас проживаю это потому что. Вот так формируется некомпетентность. Все то же самое. Мама, папа, только с уклоном на интеллект. Отсюда у девочки или у мальчика формируется как раз вот эта стратегическая идея про я докажу, что я не тупая. И вот так формируется история пятерышников. Так формируется история отличников. Чтобы мама радовалась, я должна быть отличницей. Чтобы я чувствовала себя комфортно, я не должна ошибаться. И вот это уже ОКР. И это ОКР уже с детства. Тут у нас в детстве начинается страх перед четверками, тройками. Страх совершить ошибку. Тут у нас дети выдергивают волосы из головы, потому что болевой эффект переключает их внимание. Потому что они не могут переключить внимание. Семья начинает пестовать этого пятерышника. Вот посмотрите, у меня дочь. Самая-самая. Вот она у нас в МГУ. Потом она, значит, там еще куда-нибудь, потом еще. И ребенок начинает понимать, что мама и папа любят ее только тогда, когда пестуются ее успехи. И, соответственно, ошибиться такой ребенок может? Нет. Для него ошибка, для него какая-то неудача – это равносильно не любви. Мы это называем условной безусловной любовью. Внимание, слушаем. Есть понятие условная безусловная любовь. Это и есть фундаментальный тезис. Сейчас я об этом буду говорить. И третья стратегия – это вина. Когда ребенок, опять же, в периоде детства, особенно это касается разводов родителей, особенно это касается мордобоев на кухнях и не только. Особенно это касается слез, которые видит ребенок. Вот кто сейчас это почувствует, тот это поймет. Когда мама плачет из-за того, что папа дал ее бубен, или папа злится, или они расходятся, ребенок неосознанно интерпретирует это, особенно если есть разногласия по воспитанию детей. Ну, например, зачем ты купил ей банан? Я говорил, не покупай. А что, нельзя? И так далее. Ребенок бессознательно начинает... Не надо вопросов задавать. Ребенок бессознательно начинает считать себя виноватым. Виноватым в том, что родители поссорились, виноватым в том, что мама плачет, виноватым в том, что у мамы все плохо. Ребенок считает, что он является неким мерилом между мамой и папой и моральным спокойствием в семье. Вот если формируется такая идея, то это убеждение вины. Я априори виноват в том, что у мамы и у папы такая хрень. Соответственно, я должен как-то встать в середине. Я должен как-то это исправить и примирить. И что бы я ни делал, я априори виноват. Либо папа и мама ведут себя так. Это из-за тебя все. Это ты виновата. У тебя вот ничего не получается. Ты плохая. Ты виновата. Это из-за тебя. И у ребенка формируется четкое убеждение, что что бы он ни сделал, он по умолчанию виноват. И какой-то не такой. И отсюда возникает стратегия. Жить так, чтобы не быть виноватым. И это полуинвалидность. Потому что человек с базовым убеждением вина не может постоять за себя. Не может достигать карьерного роста. Не может сказать, вы знаете, я бы хотела так. Не может сказать нет. Не может отстаивать свою точку зрения, как правило. Это люди достаточно замкнутые, тихие, такие вот, да, вечно соглашающиеся. Короче, у которых практически своя точка зрения не выражается. В основном идет копирование точки зрения окружающих со словами, ну, как все, так и я. Потому что если я как хочу я, то я явно ненормальная. И я виновата буду. Потому что он не чувствует себя виноватой, у нее формируются тактики. Итак, сейчас про тактики будем говорить. Понятно, что такое стратегия? Что путем формирования детского периода формируется основная стратегия ребенка. Еще раз. Доказать, что мне есть за что любить. Доказать, что я умный. Доказать, что я вообще-то на что-то стою. Доказать, что все-таки мама с папой ошибались, и я-то на самом деле неплохой, неплохая. Доказать, что я лучше сестры, лучше брата. И вот так формируется основная стратегическая идея ребенка. Но это еще не все. Пишем или запоминаем. У каждого человека на земле формируется подобная стратегия. У каждого. За исключением африканских племен Индии, некоторых регионов. Там не формируется такой невротической стратегии, потому что там формируется другая идея. Как это выглядит научно? Есть такое понятие, как условная и безусловная любовь. Вот все, что я вам сейчас говорил, это какая любовь? Условная или безусловная? Верно. Условная. От слова условная тут несложно понять, да, что тебя можно, меня можно любить, и я могу получать любовь и похвалу, только при выполнении чего? Каких-то условий. Вот отсюда возникает тактика. Пишем. Тактика, в отличие от стратегии, это приемы. Это при-е-е-мы. Если тебе чат не видно, ты на него и не смотри, ты меня слушай. Это приемы. Тактика, это приемы, с помощью которых я буду реализовывать собственную невротическую стратегию. Пример тактики. Красный диплом. Пятерки. Хороший институт. Профессия. Например, вот хирург, психотерапевт. Какая-нибудь машина за 5 миллионов рублей, желательно побольше, подлиннее. Знаем, о чем мы говорим. То есть, тактики – это ответ, как я буду реализовывать свою стратегию. На военном языке это выглядит так. Стратегическая задача – захватить город. Мы будем использовать такие тактики. Пойдем ночью, под прикрытием, после арт-подготовки, разобьемся на группы и так далее. Понятно, да? То есть, тактика – это короткая идея, короткая история про то, как будет реализована стратегия. Уходим от военной темы, переходим в психотерапию. И вот пишем, невроз есть априори у всех, потому что невроз – это наличие стратегии и тактики. Это и есть невроз. Все. Невроз – это не симптом. Невроз – это по умолчанию наличие стратегии и тактики. И это есть у всех. Согласны? Мы сейчас психотиков не берем, тут у нас их нет. Хорошо. Вот это и есть невроз. Наличие стратегии и тактики. Потом вопросы. Когда же возникает симптоматика и у кого? Симптоматика возникает у тех людей, у которых в жизни… Я диктую медленно, чтобы вы либо понимали, либо писали. У которых в жизни случаются обстоятельства конкретные жизни, либо, важно понять, интерпретация обстоятельств, либо обстоятельства, ну, например, увольнение с работы или какая-нибудь подстава, либо интерпретация, болезненная обстоятельств, которая явно не позволяет реализовать тактические стратегии. Проще говоря, тактика была такая. Я должна быть пятерочницей и хорошей. А в жизни случились обстоятельства, где она получила конкретные двойки. Или у нее не получается, либо ее подставили, либо обстоятельства непреодолимой силы не дают ей быть хорошей. Например, она хорошая, а я на работе говорю, ты тупая. Она говорит, нет, я хорошая. Я говорю, нет, ты тупая, до свидания. Все. Тактика и стратегия рухнули. И вот тут начинаются эмоции. Если у ребенка есть стратегии и тактики доказать, что он умный, он 100% начнет интерпретировать все свои поступки в жизни, а умный ли я. И он 100% выйдет в ситуации, где он не умный. Как ему покажется. Поэтому ответ заключается в следующем. Чем невротичней стратегическая задача, тем невротичней и уже тактики ее получения. Соответственно, тем больше шансов, что в жизни произойдут ситуации, которые пойдут не по плану. Тут же ответ, почему не все болеют симптоматикой, не всех она есть. Отвечаю. Потому что есть люди, у которых обстоятельства жизни или их сама жизнь не противоречат тактикам и стратегии. У них получается, ну, например, у человека получается своими поступками доказать, что она успешная. Получается своими поступками доказать, что он хороший. Интерпретирует он все именно так. И вот до тех пор у него не будет симптомов. Внимание, к вам вопросы все. Слушаем. У тех, помните, вот сейчас давайте сотрем, напишите плюсик те люди, кто до какого-то момента чувствовал себя хорошо в жизни вообще. Все было ха-ра-шо. Ни клонических атак, ни хрена, ни ВСД, ШМСД не было. Окей. Right. Спасибо. А теперь напишите спасибо, 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 спасибо. Вот у нас есть много людей, у которых было все хорошо. Спасибо. Да? А теперь спасибо. Вот кто не помнит такого, будет отдельная тема. кто не помнит такого, это уже большая проблема. Спасибо. А, спасибо. Все, 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 спасибо. Вот. А теперь задумайтесь, когда начались симптомы. И если думать хорошо, ну, можно не сейчас, можно потом, да, соответственно, то вы увидите, что были обстоятельства жизни, ты никогда не в возрасте, что ты пишешь, подожди, то были обстоятельства в жизни, так, понятно, не прорвало вас, были обстоятельства жизни, где явно что-то не реализовывалось, либо произошли какие-то обстоятельства, либо вы интерпретировали обстоятельства так, где явно тактики и стратегии не реализовывались. Пишем плюс, кто примерно хотя бы в общих чертах понимает, что были обстоятельства, которые явно не реализовывали. Это когда начиналось, запомните. Слушаем дальше. Спасибо, стоп, стоп, спасибо. А теперь это тогда, когда начинались симптомы. А теперь сегодняшний день, 14 декабря, у тех, у кого яркие симптомы, посмотрите сейчас на свой образ жизни, на свою жизнь, и вы увидите все то же самое. Ваша тактика и стратегия не реализуются. Если даже убрать у вас симптомы и убрать у вас невроз, как вам говорит, как говорит симптоматичный, все равно, если взять выжимку из вашей жизни, у вас все равно не реализуются ваши тактики и стратегии. И вот тут и будет фундаментальный ответ. Пока мы с вами не изменим тактику и стратегию, вы будете биться головой об асфальт и об стену, периодически посещая кабинет психотерапевта либо психиатра за таблеточками. Потому что использовать одну и ту же жизненную стратегию вы будете лоб постоянно разбивать. Таблетки очень классно помогают не чувствовать боли при разбивании лба. Просто некоторая анестезия. Так вот, как правильно заметил один наш гость, есть люди у которых всю жизнь такая катастрофа со словами я не помню когда симптомы начались, они преследуют меня всю жизнь. И это более сложная невротическая структура, потому что это говорит о том, что человек в принципе никогда не реализовывал свою стратегию и тактику. Это говорит о том, что в принципе личность никогда не жила в реализации. Если большинство клиентов говорят, я вот какой-то период жизни был хорошим парнем, у меня все получалось, я получалось, я была такой, сякой, как это, на белом коне, все у меня было хорошо, там бабах и шарахнуло. Вот шарахнуло тогда, когда явно не реализовывали стратегии и тактики, что-то пошло не так, пошла сильная нереализация. А есть ребята, у которых всю жизнь это напряжение, потому что они никогда, они точнее всю жизнь живут именно так, как невротически надо и не дай бог невротически случится что-то. Ну, например, ребенок с детства панически боится совершить ошибку. Естественно, он с детства будет в очень сильном напряжении, там симптомов мама не горюй, сколько будет. Ребенок с детства боится показаться глупым и он всю жизнь будет таким, пока не придет к психотерапевту. И то не факт, что поможет, потому что все психотерапевты разные, это же люди все-таки. Вот тут тема тактики и стратегии ясна. Теперь давайте по симптомам пойдем. Пойдем по симптомам. как я говорил, есть три основных типа невроза, истерия, неврастения и ОКР. Истерия. Истерическая история это, мы сейчас не будем даваться медицинскую терминологию, окей, о том, что это, какое количество симптомов, как это все происходит, внутренние конфликты обсуждать истерически тоже не будем. Истерия это история про любовь. 100%. Это требование любви. Где стратегия является какой? Думаем, пишем. Я должна получить любовь. Любовь. Да. Которой мне так либо не хватило, либо которой было изначально много. Два варианта. Либо девочку и мальчика любили так, что прям мама не горюй. Либо и она привыкла к этому, что папа ее прям вот так Так вот, на-на-на-на-на, вечно, да, на шею, ноги разденуло, на шею папа, вот красота. Либо, наоборот, холодная мать, холодный отец фрустрирует настолько ребенка, что она говорит, я все-таки вашу любовь заслужу. И будет проявлять претензию. Вы, уроды, не любите меня так, как мне надо. Я сказал, любите меня так. 13 часов. Спасибо. Я сказала, любите меня так. Делайте его так. Я хочу так. И вот тут формируется сильнейшее невротическое противоречие, если вдруг что в жизни происходит? Думаем. Если у такой личности, ей говорят, а вот тебе, любить тебя так, как ты хочешь. Я такой, поняла? Нет, не поняла. А, люби меня, ну-ка, так, как я сказала. Потому что меня папа так любил. И ты меня будешь так любить. Я умная. Мне мама и папа так сказали. Поэтому вы на работе будете говорить, что я умная. Поняли, уроды? А ей говорят, а вот, потому что я считаю, что ты не умная. И вот тут начинаются сильнейшие внутренние противоречия. Пишем плюсик, кому это понятно или знакомо. Я хочу, чтобы вы меня любили так, как мне надо. О, отлично. Супер. Спасибо. И вот тут очень уже несложно понять, как формируются внутренние противоречия. Как только человек попадает в такие ситуации, где ей показывают фактически так, либо она интерпретирует, ну, например, на работе у кого-то не очень хорошее самочувствие. Она приходит на работу, принесла всем кофе со словами, под текстом, вы меня сейчас все полюбите, я же хочу, чтобы вы меня полюбили, я принесла кофе, либо я хочу, чтобы мне принесли кофе. А кто-то из сотрудников, у него там, например, голова болит или настроение плохое, или дома что-то случилось. Он не отреагировал так, как она бы хотела. Все. Начинается внутренняя эмоция. Она плохая, она не такая, все несправедливо. Как же так? И вот если вот это глобальное внутреннее противоречие начинает накапливаться, в какой-то момент от силы ситуации будет зависеть сила динамики вегетативного напряжения. И если вдруг у такого человека случится ситуация или череда ситуаций, где ей фактически показывают так на любовь, или она интерпретирует это так, она будет в сильнейшей вегетативной внутренней реакции, как эмоциональное состояние. Понятно? И тут формируется еще двойная вариация. Если человек мнительный или немнительный, что будет? Догадываетесь? Включаем соображалку. Если такая женщина мнительная, которой не дали любовь, как ей кажется, у нее вегетатика шкалит за эмоции вот этих вот, да, нереализованной любви, неполученной, что произойдет? Если человек мнительный, то он эмоциональный, вот это вегетативное состояние примет за что? Примет за инфаркт, примет за инсульт, примет за приступ, примет за какую-то болезнь, со словами «я такая дорогая, сейчас тут помру, вот уроды, до чего вы меня довели». И тогда начнется паника, а потом начнется что? Неправильная интерпретация, что это что-то со здоровьем в каких-то условиях, потом начнется избегание, и вот вам добрый вечер, ваша ВСД, паническая атака и агорофобия. Хотя на самом деле, всего лишь навсего, человека не полюбили так, как он хочет. Понятно? Супер. То же самое, собственно говоря, касается успехов в интеллектуальной сфере некомпетентности, вина. Происходится то же самое. Происходит ситуация, а если не мнительная, верно, Жень? А если не мнительная, все будет по-другому. Человек будет эмоционально кипеть, она будет орать, она будет доказывать, потом кто-то будет доказывать, что он все-таки умный, биться головой об стену, говорит «нет, сука, я умный, нет, я все-таки, посмотрите, какая я». Она не мнительная, вегетативное напряжение будет, но поскольку мнительность отсутствует, отсутствуют структуры астенической такой сильной реакции, то просто-напросто это вегетативное напряжение будет сублимироваться в какое-то действие. Со злами «нечего-то нехорошо» из-за вас, но не будет никакой паники и никаких симптомов не будет, кроме каких? Слишком сильного, эмоционального и навязчивого поведения, доказательства любви, доказательства компетентности. Понятно? Ведь вы всегда видели на работе, смотрите, вот таких людей, которые вечно что-то доказывают, доказывают, хотят получить любви, хотят получить, что они умные, умные, я умный, я умный, ты поняла, я умный, я умный, я очень умный, правда, посмотрите, какой я умный, я очень умный, либо получить любовь. А мне можно любить, вы меня полюбите за это, точно полюбите? Ага, вот смотрите, как я молодец, полюбите меня, ага, спасибо. И вот таких людей много. И если она мнительная, и случатся ситуации, которая противоречит, она 100% начнет интерпретировать неправильно и уйдет в тему якобы болезни. Там ей поставят ВСД, она совсем запутается, начнет избегать, и она придет ко мне в кабинет. Если эта женщина или человек был не мнительный, она продолжит так себя вести и, скорее всего, будет всю жизнь. Но к психотерапевту не придет. Либо придет с какими словами, догадаетесь, она придет с панической атакой, с вегетативной проблемой? Нет. А с чем она придет ко мне в кабинет? Может быть. Она придет со словами, я не могу понять, почему я так сильно нервничаю, когда на работе. Или у меня проблемы с мужем, или у меня проблемы с работой, или у меня проблемы... Если не видно чат, перезагрузите просто, войдите и выйдите. Зайдите, или у меня проблемы с мужем, проблемы с женой, проблемы с работой. Поняли, с чем она придет? То есть, два варианта. Стратегии у всех одни, а придут они либо с жалобами, вегетативного, с фобического характера для мнительных людей, либо они придут с жалобами на отношения с мужьями, с женами и так далее. С работы. Что-то все время говорит, работа у меня, не могу понять. Все уроды на работе. Как на работу не придут, одни козлы. Почему? Потому что они, эти, как говорится, козлы, не любят ее так, как ей надо. А с какого рожна тебя надо любить? Так, как ты хочешь. Потому что это твоя стратегия и тактика. Ребята, пишем сейчас плюсик. Понятно, что я сейчас имел в виду? Что такое невроз-то на самом деле? Ну, наконец-то. Хорошо, спасибо. Поставьте, пожалуйста, сейчас восклицательный знак, кто понимает, что он не зря пришел на это занятие. Благодарю. Мне же тоже нужно обратное среть, чтобы я вижу, что вы меня любите. Я же такой же, как вы. Спасибо. Супер. Хорошо. Вот это и есть понятие невроз. Мы достигаем стратегии. Еще раз повторяю. Мнительные люди во внутренних противоречиях из-за нереализации стратегии испугаются. Тогда сформируется паническое расстройство, агорофобия, ипохондрия и так далее. Не тревожные люди просто будут долбиться и придут в кабинет психолога со словами «У меня что-то не выходит в жизни». Вот это ясно. Тезис закрываем. Следующий момент, который может присутствовать. ОКР. Это была истерия. Про любовь. Не врастыния. Это история про то, где в принципе всегда в стратегии пествуется что? Как вам кажется? Если истерия – это всегда про любовь, то неврастыния – это про что? Кстати, у нас 85. Прикольно, спасибо. То истерия – это про что? Ой, простите, неврастыния. Неврастыния – это либо про мину, либо про компетентность. Верно. Это про то, смотрите, как формируется стратегия у неврастыника. Я тупой. Родители считают меня тупым. И чтобы тупым не быть, я буду херачить, как папа Карло, на 8 работах, 7 дней в неделю. Добиваться результатов. Мне нужна Мазерати, маме квартира, папе квартира, чтобы им показать, какая я все-таки молодец. И я буду добиваться карьеры. Я забью на себя, на свое здоровье, на свою личную жизнь. Для меня важна карьера и успех. Это и есть неврастыники, которые спят с мобильными телефонами, которые вечно, у которых ежедневники расписаны там дополнительными листами, у которых 38 дел. Что происходит в такой тактике? Пишем. Если у человека сильная невротическая, неврастеническая стратегия доказать интеллект, он будет переборщивать. В чем? В эмоциональном вкладывании в работу. Это может быть бизнес, это может быть работа по найму. В чем подводный камень? Подводный камень в том, что если у него по бизнесу или по работе пойдет что-то не так, он выйдет в сильнейшее напряжение, поскольку стратегия и тактика не реализуются. Понятно? И тут опять формируются два варианта. Мнительный неврастеник уйдет в фабическую и эпохондрическую проблему. Немнительный неврастеник просто будет астанизироваться с какими-то словами. Знаете, с какими? Вот к мне приходят два типа неврастеников. Одни неврастеники пришли, сказали, у меня на работе случилась паническая атака, и потом я перестал избегать метро, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А другой тип неврастеников приходит и говорит, вы знаете, я себя так херово чувствую, у меня голова кружится, у меня все какое-то нереальное, у меня все какое-то мутное, у меня я спать не могу, я фокусировать внимание не могу, я перед компьютером сидеть не могу, внимание проходит, я раздражительный, слабый, у меня звук и свет раздражают, Я уже не могу, что со мной? Я была у того врача, у того, мне сказали, идите к психотерапевту, я не могу понять, почему я тут психотерапевт. А потому что ты всю жизнь долбишься головой об асфальт со словами, я должна доказать о том, мы сейчас не берем и психиатрию, и биполярную расстройство, зачем ты об этом пишешь? Я должен доказать о том, что я вот такая умная. И вы просто пережмете педаль газа, и вы пишем симптомы. Симптомы неврастении – это все, что связано с астенизацией. У кого стоит диагноз астеноневротический синдром, это вот туда. Потому что астения – это переутомление, если совсем по-простому, да, по-русски. Раздражительная слабость. Организм перенапряжен, организм устал от вашей неврастенической гонки в доказательстве, что я, сука, умный. Вот это очень важно понимать. И пока вы не остановите это, вы будете напряжены. И вы будете хронически уходить либо в астению, либо вы этого испугаетесь, и уйдете во что? В фобические симптомы. Со словами, а вдруг у меня там, а вдруг у меня там, у меня проблемы со здоровьем, у меня какая-то паника, у меня что-то с инсультом. Вы пройдете 45 обследований, вам ничего не подтвердят, но вы все равно будете в это верить. Функция симптома у неврастеника – либо указать на то, что ты перебарщиваешь, либо увести неврастеника с работы. Внимание, подсказочка. Увести неврастеника с работы, потому что на работе он что делает? Себя изнашивает. И организм как раз и включает защитные психологические механизмы, фобии, навязчивости и так далее, чтобы его увести с работы. Но если он уйдет с работы, этого мало. Ему станет легче на какой-то момент. Потом он пойдет на другую работу, и что случится? Все то же самое. Поэтому если к моему коллеге, психотерапевту, приходит неврастеник с панической атакой, с агорафобией, смотри, что происходит. Ему дают упражнение, объясняют все, паническая атака, агорафобия заканчивается. Он говорит, спасибо, вы исцелили меня. Потом он выходит на работу, и через месяц у него все опять повторяется заново. Вот и все. Понятно всем? Психотерапия – это изменение стратегии и тактики пациента. Только тогда мы можем говорить о терапии. Плюсик, кто это понимает сейчас. Спасибо. Молодцы. Просто хочется немножко интерактива, да, чтобы вы там не уснули в другом конце провода. И ОКР. Спасибо большое, спасибо, благодарю. И ОКР – это третий тип невроза. Обсессивно-компульсивное расстройство, невроз навязчивых состояний, фабический невроз, невроз страха, невроз навязчивых иллюзий, ну и так далее. Делится на две категории. Сейчас расскажу. Давайте, во-первых, по структуре стратегии. ОКР – какая стратегия, кто уже знает или кто помнит. Если у нас истерия – это любовь, неврастания – это компетентность, то ОКР – это история вины, и вот это 100%. Религиозности – это та же самая вина. Очень много клиентов с ОКР религиозны. Очень много. Я сейчас не наезжаю на религию, просто я говорю, что очень много пациентов с ОКР очень религиозных. Потому что это и есть те самые рамки, о которых мы сейчас будем говорить. Стратегия человека с обсессивно-компульсивным неврозом – быть хорошим, не быть виноватым. Всем понятно, как вина с религией коррелируется? Я думаю, что это, по-моему, понятно всем, да? Если я такой, то я виновата. Если я такой, то я плохая. Понятно, да? Вот, собственно говоря, стратегия невроза ОКР – это быть хорошим. Тактики невроза ОКР – это делать вещи такими, чтобы понравиться. Либо проверять и контролировать свои поступки. А точно ли я хорошая? Например, проверка машины, дергание ручек. А точно не угонят? Потому что если угонят, я же лошара. И мы начинаем проверять. И формируются вот такие проблемы. Чтобы день был хороший, я семь раз подергаю дверь. Потому что если я семь раз дверь не подергаю, день будет плохой, и я буду неудачницей. Чтобы меня не бросили, я подпрыгну. Чтобы было все хорошо, и никаких катаклизмов в мире не случилось, мне надо несколько раз подпрыгнуть и присесть. Потому что глубинная в голове стратегия надо, чтобы все было хорошо, и чтобы я не был виноватым. Например, страх ножей, веревок, сойти с ума. Это все метафора про то, что я нарушу свою стратегию. Проблема в ОКР заключается в чем? Почему это самый распространенный и сложный тип невроза? Если истерика не любят как бы поступками, и говорят, хрен тебе любви, то у ОКР очень сложно все происходит. ОКР происходит так. Я прям не знаю, как вам это объяснить. По-человечий. Клиент боится быть плохим и придумывает себе те самые моменты, как он будет плохим. Понимаете? То есть проблема ОКР в том, что это иллюзия. Ну, например, человек приходит на кухню и боится ножей. Реально ли это? Нет. Он себе придумывает как раз те события, как я буду плохим. А вдруг я сойду с ума? А вдруг я возьму ножи? А вдруг я сделаю это? А вдруг это? То есть кошмар ОКР заключается в том, что он боится нереальности. Как правило, он боится иллюзий. А вдруг день будет плохим. Чтобы день был неплохим, я. И вот так формируется тактика. Пишем тактику ОКР. Проверить. Убедиться. Сделать что-то, чтобы... То есть тактики ОКР – это ритуалы, это контроль, это навязчивости, чтобы реализовать стратегию. А стратегия у ОКР какая? Быть хорошим. Не чувствовать себя виноватым. В структуре кто помнит, что в детстве происходит у таких людей? То есть если сейчас пробежаться по детству, пишем, ты это, я, черт возьми. А ты думал, ты сюда просто так пришел? Красиков Алексей, хоть и смешной чувак, но он иногда говорит какие-то вещи, которым можно прислушиваться порой. Значит, смотрим. История истерии. Детство. Окунаемся. Про что это? Это про любовь и про всю интерпретацию ребенка о любви. История детства неврастынника это история компетентности и ума. А история ОКР это история вины перед родителями. Сложно это понять, разве? Ну, я не предъявляю вам претензии, просто я спрашиваю, понятно вот это, как я объясняю? Ребят, это очень сложные вещи. Но объясняю я их, пытаюсь просто объяснять. Просто это на самом деле очень сложно объясняется с научной точки зрения, поэтому если бы вы сидели и это слушали в институте, у вас бы уши закипели бы, реально. Ой, да, могут быть сочетанные формы, и это тоже важно. Смешанный тип Борис Дмитриевич Карвасарский «Царство небесное» назвал никсом или микстом. В институте Бехтерева эта концепция развивается. О том, что стратегии могут быть сочетаны. Например, отчасти стратегия ОКР, отчасти стратегия неврастения. Вот у вашего покорного услуги такая история. Теперь следующее. Могут быть сочетаны. Вопрос не в том, сочетаны они или не сочетаны. Теперь, как лечить? Это хороший вопрос. Как вы думаете, можем ли мы в реалиях 14 декабря переиграть детство пациента? Поменять ему отца, мать? Не можем. Верно? И никто не может. А что мы можем? Вообще, что может психотерапия? Вечный философский вопрос. Вообще, что мы можем сделать с нашими клиентами, у которых такая невротическая стратегия и тактика? Пишем. Первое. осознать свою тактику и стратегии путем работы с психотерапевтом. Первая задача сначала осознать это. Но если взять, можно написать нолик, сначала поработать острые симптомы, если они очень сильно мешают. Давайте зачеркните все, давайте заново. Первое. Работать над симптоматикой, используя поведенческие упражнения и образовываться. Точка. Работать над симптоматикой, использовать поведенческие упражнения и образовываться. Второе. Работать над симптоматикой, скобочках по агорофобии, страхи, очень сильное напряжение и образовываться. Образовываться в каком плане? Понимать, что это не суть проблемы, но работать с симптомами. Окей? Окей. Второе. Осознать собственную невротическую тактику и стратегии, что является моим неврозом. Осознать тактику и стратегии. Третье. Осознать, как это сформировалось. Благодаря чему сформировались мои тактики и стратегии. То есть, да, у меня тактика такая, стратегия жить так-то, так-то, чтобы, потому что, в детстве, то-то, 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 то-то. Вот это осознание очень важно. Но они главные. Четвертое. Шаг за шагом научиться подвергать сомнению тактику и стратегию, осознавая ее в каждом своем действии. шаг за шагом подвергать сомнению. В когнитивной терапии мы это называем опровержение. Шаг за шагом подвергать сомнению свою тактику и стратегию, видя это в своем поведении в быту. помните, я вот сегодня вначале сказал, ты это пишешь опять, чтобы понравиться. Вот это как раз и есть та самая тактика. Он пишет, когда я спрашивал какой-то вопрос, помните, о чем-то, он пишет уже ответ. Я говорю, кто знает, я говорю, напишите плюсик, кто понимает, он пишет ответ. Вот это и есть та самая невротическая идея показать, что я умный. Он должен просто это осознавать. То есть, в четвертый момент, это просто поймать себя на мысли, что я сейчас делаю, для чего. И последнее, какая там цифра у нас, я не помню. Пятая? Или шестая? Пятая, да, наверное? Пятая, спасибо. И пятая, спасибо. Это работать опять же с помощью психотерапии над изменениями тактики и стратегии. Каким образом? Когда вы будете работать с когнитивным терапевтом, во-первых, смотрите, что делает психоанализ. Психоанализ отвечает на все пять вопросов, понятно, да? А вот когнитивная терапия говорит о том, как это изменить в сочетанности с аналитической концепцией. Вы в какой-то момент на периоде пятого этапа попадаете в терапевтический вакуум. Помните, о чем я начал сегодняшнее занятие? Вы начинаете понимать, что все, что вы делаете, все, что вы выбираете, все, что вы доказываете, все, за что вы цепляетесь, все, чего вы, все, чего с вами происходит, это одна большая история доказательства либо любви, компетентности, либо чтобы не было вины. И вы начинаете переосмысливать. переосмысливать стратегию. А действительно ли я хочу это, чтобы меня... Смотрите, как это выглядит. Я сейчас это делаю, потому что... Для чего я это делаю? Что меня зацепило? Куда это попало? А хочу ли я сейчас втягиваться в это? А почему я в это втянулась? А для чего я выбрала эту работу? А почему я так невротично вкладываюсь в это? А почему для меня эти слова такие болезненные? Плюсик, кто понимает то, что я сейчас говорю, потому что это очень важно. Вот эта осознанность очень важна. Ага, спасибо. Почему эти слова Маринки меня задели? А почему это поведение Алексея меня как-то невротично раздражает? Куда он сейчас попадает? И вот это осознание с той информацией, которую я вам сейчас говорил и является вашей проработанностью. А затем пишем, да, это у нас пятая. Это не срыв защиты никакой. Прекращай. Какой срыв защиты? Что ты придумаешь? Срыв защиты? И пятое. Это применение когнитивно-поведенческой терапии, в основном когнитивной, на формирование именно гибкого поведения и мышления, но только с помощью предыдущего осознания. То есть пятое это работа с когнитивным терапевтом, проще говоря. В чем фишка? Хотите фрагматик, верно? Хотите секрет раскрою свой? Вот честно, не хотел раскрывать, хотите раскрою? Сейчас вот кто-то порадуется. Многие когнитивные терапевты, которых я знаю, делают одну простую ошибку. Они говорят из толковой Элиса или Бека со словами так, надо сделать человеку гибкое мышление и все будет окей. Это правильно. Но фишка вашего покорного услуги заключается в следующем, что... Нет, самому нет. Я сейчас объясню, почему нет самому. Подожди. Фишка вашего покорного услуги заключается в том, что я сначала применяю аналитические техники, чтобы вот этот первый, второй, третий, четвертый пункт и осознать понятно? Когнитивный терапевт классически этого не умеет делать, он не в курсе. Он просто тупо работает с мыслями в общем валом мыслей, так скажем, или с общим валом ситуации. Я же сначала своих клиентов делаю осознанными, они понимают эти стратегии и тактики, а затем мы к этому дополняем когнитивную терапию, что является еще более эффективным в долгосрочной стратегии. Они в какой-то момент могут все равно еще чувствовать себя некомфортно, что-то может приходить и уходить, это нормально, но в целом это люди уже осознающие четыре пункта и продолжающие работать над своим мышлением. Это и является их терапией. Поэтому никакая психоанализ с КПТ, но не совсем, ты знаешь, там психоанализ такой, он не классический, он не фрейдийский психоанализ, там фалосы, вагины у нас не проектируются. А это именно вот то, о чем я тебе рассказывал сейчас выше чуть-чуть, понимаешь? Это именно тактика-стратегия. Это более современный, более такой сжатый, что ли, выжимка из психоанализа. Давай, Володь, вот так, да? Это выжимка из психоанализа, чтобы человек осознал четыре пункта, которые я вам сказал, а потом когнитивная терапия, чтобы еще больше это разнообразить в мышлении. Поняли фишку? Мало кто об этом знает на самом деле. Потому что один психоанализ не дает результата. Вы осознали? Да, а поменять? И одна когнитивка не дает результата. Вы как бы начинаете долбить по всему, и это очень нецеленаправленно. Выбор это важный вопрос, Ир, но мы сейчас к этому не будем, потому что это отдельный вопрос локальной психотерапии. Выбор и ответственности. Это правильная тема, но не сейчас. Итак, понятно? Еще раз что такое тактика, стратегия? Что такое любовь, компетентность и вина? Как это формируется? Вот за эти полтора часа вы поняли что такое невроз? Что это не симптом? Что это тактика и стратегия? Этапы записали? Хорошо. А теперь потихонечку давайте подведем маленький итог этого промежутка. когнитивка когнитивка этой таблицы это и дневники это рациональное движение. Давайте у нас как раз половина времени уже прошло. Давайте позадаем вопросы по первому по этой первой половине. По первой половине вопроса. А потом приступим к формированию стратегии поведения родителей. Почему самому никак? Смотри. Сейчас подождите. Значит по поводу что можно самому и что самому нельзя. Самому можно с помощью опять же что там далеко ходить вот вебинары которые я делаю DVD которые я сделал можно проработать симптоматику. Кстати про DVD там акция. все присутствующие в общем могут прообрести 10 вебинаров и DVD с доставкой с большой скидкой там это на сайте уже есть за 3500 в общем. Это так вам к слову. Не за стоимость а за дешевле гораздо получается в общем там в разы дешевле. Это так к слову. С помощью самостоятельной работы вы можете избавиться от симптомов вы можете работать с ними и отчасти даже осознать эти тактики и стратегии с помощью тех материалов которые у меня есть или которые вы найдете там в любых других источниках но я за них не несу ответственность. Но понятно что фишка я 4 года занимаюсь личным анализом. Как ты думаешь почему? Хотя я в принципе считаю себя немножко понимающим в психологии потому что когда ты сам внутри себя разбираешься ты немножечко начинаешь зашориваться даже если ты читаешь много книг ты все равно их преломляешь через свою призму ну вот смотри смотри на меня внимательно у тебя есть невроз невротическая стратегия и вот она вот такая и вот ты читаешь книгу предположим как ты на эту книгу смотришь понял ты на эту книгу смотришь так и на эту книгу смотришь так у тебя что-то как бы меняется но у тебя вот информация которая приходит к тебе ты смотришь на нее вот так работа моя заключается в том чтобы информация которую я даю клиенту я делаю вот так я говорю видишь информацию я говорю посмотри на нее вот так Он говорит, ой, прикольно как. То есть, ты будешь без психотерапевта все равно смотреть на мир вот так, даже разную информацию. Я же учу тебя смотреть вот так вот, тынь, 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 через собственную работу с тобой. Поэтому пока ты не научишься снимать вот эти очки, в кавычках, да, эти убеждения, этот опыт снятия очков и даст тебе тот навык, что ты сможешь сам потом их снимать. Примерно объясню, что делает психотерапевт даже со знающим человеком. То есть, он помогает тебе смотреть с разных сторон на ситуацию, а не смотреть ее под своим углом. Он тебе помогает посмотреть на ситуацию под другим углом, не через твои убеждения, а через другие. А терапевт должен быть чистым, потому что, знаешь, что будет? Представь себе, смотрите, вот такой непроработанный психотерапевт. Клиент вот такой, говорит, здравствуйте, я вот смотрю вот так вот, давайте посмотрим по-другому. А терапевт берет, говорит, здрасте, я тоже терапевт. А терапевт сам такой, смотри, что получается. Терапевт такой, значит, тоже в очках, представьте себе, да, и клиент. И вот они вдвоем, значит, один и тот же материал мусолят. Психотерапевт со своими проблемами невротическими воспринимает информацию. Клиент со своими невротичными... И вот два невротика в кабинете за 100 долларов в час начинают, значит, мериться у кого невротичные взгляды. Поэтому сам терапевт сначала максимально учится вот этому и снимает на процесс терапии очки, и смотрит на клиента вот так, и дает ему информацию сам, интерпретируя ее гибко, неневротично. И тогда только он сможет научить клиента вот такому вот пониманию. Поэтому если психотерапевт не прошел минимум 3 года личной терапии, он, собственно говоря, и не сможет помочь. Отсюда, кстати говоря, ответ на вопрос, кто работает с симптомом, а кто работает глубоко. В нашей ассоциации, в моем институте, как принято понимать. Этого ассоциации я не знаю, в институте точно. Терапевт не идет туда, где у него нету личной проработки. Давайте вот так. Вот в этом весь прикол. Психотерапевт не занимается тем, в чем он лично сам с собой не знаком. Поняли? То есть если психотерапевт говорит, я занимаюсь только симптомами, это говорит о том, что дальше симптомов он себя не вылечил. Поэтому он туда и не пойдет, он не сможет помочь другим людям. Вот у меня есть клиентка. Тань, ты здесь? Я не знаю. Тань, если ты тут, напиши плюсик, там у не знак вопроса, там какую-нибудь рожицу. Вот Таня – это клиент, который справился сначала с симптомами, а потом очень хорошо и глубоко себя изучил. И благодаря работе с симптомами она может помочь людям с симптомом, а благодаря хорошему изучению себя она может помочь людям также глубоко. Поэтому тут ответ на вопрос, кто может помогать, на каких уровнях работать с клиентом. Если сам терапевт неглубоко изменил себя, он также неглубоко поможет клиенту. Если терапевт все глубже и глубже изучает себя и работает глубже над собой, тем глубже он сможет помогать клиенту. Вот эта закономерность, я надеюсь, всем понятна? То есть уровень эффективности терапевта зависит не только от его личностных качеств, но и от уровня его личной проработанности. Если клиент, если терапевт смог помочь себе только симптоматично, у меня было ВСД и паническая атака, я справился, я сейчас вам покажу. Да, но не глубже. А вот когда сам терапевт глубже справляется, и чем с каждым годом все глубже, глубже и глубже, причем не книжечками, а все-таки личной работой со своими супервизорами и терапевтами, вот тогда действительно он свой проработанный опыт может преломлять на своих клиентов. И это всегда чувствуется. Это знаете, как чувствуется? Это с каждым годом все глубже и глубже. Потому что уровень погружения самого терапевта прямо пропорционален уровню погружения в клиента. Если я не знаю про свою маму, папу и свои невротические идеи, я не смогу пойти туда с клиентом. Я просто не смогу. Я начну сталкиваться с собственными проблемами, которые мне помешают работать. Поэтому я сначала должен столкнуться со своими проблемами, их проработать, и тогда я буду не бояться идти в проблемы клиента. Понятно? А может ли стратегия, тактика как-нибудь влиять на воспитание сексуальных девиаций? Может. Все, что связано с девиациями сексуальными, все, что связано с перверзиями и прочей ориентацией, искажениями сексуального влечения, это все тоже связано с психоаналитической подоплекой. Да, там комплекс электро и дипов комплекс, фиксация в третьей стадии развития ребенка на либидозной стадии. Но мы сейчас об этом не будем, окей? Потому что это запутает лишний раз людей про ориентацию и так далее. Ориентация – это не стратегия и не тактика. Это фиксация, понимаешь? Это фиксация благодаря поведению родителей. Давай вот так скажем. Это ребенок, который очень хочет любви отца. В какой-то момент это может пойти в тему сексуальной фиксации. Вот у меня, например, и диповая проблематика не сформировала полового влечения к отцу в таком сексуальном конкретном моменте. Поэтому у меня нет возбуждения к мужчинам. У меня есть тема уважения и тема и дипа, но у меня нет сексуальной тяги и возбуждения. Бывает так, что формируется сексуальная тяга и возбуждение. То есть тут некоторые нюансы. То же самое касается бисексуальности девушек. Влечение к отцу и влечение к матери. Сложные вопросы, давайте сейчас об этом не будем. Это отдельная тема вообще вебинара просто. Я думаю, будет, но нужно это готовить, потому что сексуальная тема – это вообще отдельная тема сексовой патологии. Это не очень мой профиль, но я с этим сталкиваюсь, но дело не в том, что делать большой вебинар по этому – это пусть лучше Палеев Александр Моисеевич читает. Есть такой замечательный сексолог, мой учитель по психопатологии, Палеев Александр Моисеевич. Вот к нему лучший сексолог России. Он вам все про это расскажет. Будут ли вопросы по первому блоку? И перейдем к теме, как повести себя с детьми в разных аспектах. Палеев Александр Моисеевич. Он часто по телеку выступает. Зачем тебе чат? Если он у тебя не работает, может, и там плагин какой-то не работает. Ну, не будет тебе чата, и не будет. Просто слушай, и все. Потом, может быть, копию, когда возьмешь, там в копии будет все. Если тебе очень надо. Ну что, идем дальше. Как воспитать ребенка, контролировать свою любовь? Ну да, тут нет вопроса как. Тут вопросам было бы лучше. Как минимизировать отсутствие отца, если жена и женщина одна рожает? Ну да, сейчас мы к этому как раз и пойдем. Поехали? Поехали. Итак, мы с вами поняли, да, сейчас, подождите. Мы с вами поняли о том... Жень, что ты умничаешь? Я вот что-то не пойму. Это вопрос или что? Если воспитать ребенка максимально гибко или со здоровым пофигизмом, у него все равно будет невроз? А, это утверждение, извини. Если воспитать ребенка максимально гибко или со здоровым пофигизмом, а, нет, вот тут как раз нет, сейчас мы об этом и будем говорить. У ребенка не будет симптоматики. Потому что если ребенка воспитать, как ты написал, гибко, со здоровым пофигизмом, у него не будет невротических симптомов. Он не будет бояться сойти с ума, потому что он не будет плохим. Он не будет бояться совершить ошибку. Он не будет невротично переживать за это. У него будут здоровые эмоции к разным обстоятельствам, но не так остро. Понимаешь? Соответственно, если у ребенка не будет бабушки или мамы, которая вечно будет говорить, знаете как, шапку одень, заболеешь. Вот ты слышишь, люська-то у нас померла, простыла и померла, люська-то наша. Вот чтоб давай не простывай, а то помрешь еще, не дай бог. Ноги-то промочил, воспаление легких схватишь, а от воспаления-то умирают нашего-то легкого-то. Что-то сейчас, знаешь, какой грипп ходит? И вот если это ребенку долдонит с детства, что есть опасности, от которых умирают, а потом еще увидеть пример бабушки, капающий корвалол, хватающийся за сердце, переживающий за здоровье, вот тогда вы 100% сформируете тревожного ребенка, который при наличии вегетативного напряжения, так же, как и бабушка, начал хвататься за корвалол. Или бояться умереть, потому что ему это предрекали все детство. Проще говоря, тревожные родители формируют тревожного ребенка. Я так думаю, что это всем понятно. Ну да, еще бы. Конечно, мы просто учимся этому. Мы учимся, мы впитываем эту тревогу. Поэтому, Жень, ты прав. Если формировать ребенка гибко, со здоровым профигизмом, не будет проблемы. Отсюда вытекает тезис. Вторая часть занятия. Что надо делать, чтобы не сформировать сильно травматичного товарища? Невроз будет, потому что невроз это тактика и стратегия. Но никто не говорит, что эта тактика и стратегия может быть такая, что она не причиняет вреда. Например, меня. Давай возьмем, Жень, смотри. Вот у меня есть мое детство. Есть мое детство. У меня есть моя тактика. Есть. И у меня есть стратегия. Согласен? Вот сейчас только Женя пусть пишет. Вот у меня есть моя тактика и стратегия. Но у меня нет вегетативного напряжения, у меня нету таких ярких психовегетативных состояний, у меня нету навязчивых страхов, фобии, ипохондрии и прочих невротических проблем. У меня есть невротическая особенность и основа, как у всех людей, но поскольку она а, как вы помните по этим пунктам, осознанно и б, проработана и максимально прорабатывается, я не попадаю в ситуации, где я сильно невротизируюсь, потому что это гибко и со здоровым пофидизмом, как ты правильно заметил. Соответственно, тактика и стратегия должна быть широкой. Чем шире тактики и стратегии, чем они осознанней, чем они больше проработанней, тем меньше психовегетативного состояния и нет никаких проблем. Я вот живой пример, как это меняется. Потому что, Жень, если бы ты меня знал в 2008 году, ты бы очень сильно удивился. Я в ресторане долбился, вы меня должны понять, должны понять, вы меня должны понять, все меня должны понять, еще и похвалить, что Красиков такой в ресторане умный, молодец, и вот Леша так старается. Девятый, десятый, одиннадцатый. Сейчас мне по барабану. Сейчас вот вы напишите, что Красиков ты полный придурок. Я говорю, ну, дальше иди, что ты тут сидишь? Я даже это не возьму внутрь. У меня куча людей, которые очень обижены на то, что я им не могу ответить. Ну да, я это прекрасно понимаю. Кто-то мне сейчас напишет, что твои ролики полные дерьмо. Я говорю, ну, наверное. А в 2008 году? Ого, написали бы мне в 2008 году, что мои ролики полное дерьмо. Это же сразу противоречит моим тактикам, понимаете? Поэтому, Жень, тут надо понимать, что работа заключается в работе над стратегией и тактикой. Потому что ситуации в моей жизни будут всегда, обстоятельства в моей жизни будут всегда. Вам важно, как я это принимаю. Чем шире моя тактика и стратегия, тем меньше в это попадает. И это очень важно. Как вести себя, когда ребенок манипулирует родителями? Свет, тут надо понимать, что... Давайте эти вопросы чуть попозже. Манипуляция родителями – это всегда чего-то получение. Тут надо... Подождите, подождите. Тут надо просто понимать, что и зачем она это делает. Часто ребенок манипулирует родителями, чтобы получить то, чего ребенку не хватает. Например, получить ту любовь или наказать родителей. Родители должны понимать то, что пытается получить ребенок. Понимаешь? Например, моя девочка манипулирует. Чем она манипулирует? Симптомами. Чем она шантажирует родителей? Конкретно надо разбираться. Надо понять, она это делает для чего? Чтобы что-то получить или что-то сказать. Дети же они не умеют говорить, понимаешь, вот так вот осознанно. А она пытается у вас что-то... Или он пытается что-то вам сказать такой манипуляции. Либо мама, папа, обрати на меня внимание. Либо я на вас обижен за что-то. И вот здесь как раз детские психологи с помощью проективных тестов, песочницы, лепка, арт-терапии, они понимают, что ребенок несет вот в этой истории. То есть ты уже сейчас говоришь о сформированной проблеме. То есть первое, мы должны провести детское тестирование. И задача его понять, что ребенок посылает родителю капризами. Что ребенок посылает родителя такими истериками. Что это за посыл? Это либо требование, и это уже истерическое требование любви. Либо это обида на то, что я хочу вам что-то таким образом сказать. И тут надо уметь, видя этот посыл, делать так, чтобы ему было это не нужно. Понимаешь? Объясняя предпосылку того, что ребенок делает. Допустим, мы с папой сделали то-то, то-то, потому что... Но тут надо конкретнее говорить. Надо понимать, почему ребенок это делает. Понимаете, я сейчас не могу вам отвечать на вопросы с уже сформированной проблемой. Потому что здесь нужно понимать уже сформированную семью и сформированного ребенка. Вот так просто в интернете с кондычка сказать, вот у меня ребенок завидует брату, а я говорю, делай то-то. Это неправильно. У нас тема профилактика. И понимание того, как это сформировалось. Чтобы понять ревность в отношении младшего братика, единственное, что я могу сказать, это про то, что любая ревность в отношении братьев, особенно младших, это история смещения внимания и любви. Понимаешь? Единственное, что я тебе могу сказать, это то, что тебе надо ребенку продолжать транслировать внимание и любовь и вовлекать его в процесс ухода за младшим братиком, чтобы транслировать ему, что он тебе не конкурент. Понимаешь? Он тебе не конкурент. Я тебя люблю. Просто мы с тобой вместе будем о нем заботиться. Ревность возникает тогда, когда ребенок интерпретирует, что ему достанется меньше любви или внимания, потому что, согласись, младенцу внимание уходит больше. Правильно, Марин? Когда рождается младенец, все внимание сосредоточено на нем. И ребенок это понимает. Но только он интерпретирует, что теперь и любовь с него переходит в другую сторону. Единственная задача матери и отца – это наоборот уделить внимание старшему, брать его на руки, брать его с собой, объяснять. У нас родился малыш и мы вместе будем его любить. Но при этом обязательно проводить с ребенком время, так же, как и до рождения младенца. Так же с ним гулять, так же с ним разговаривать, так же с ним играться, давая ему понять, что никаких посылов про любовь не изменилось. Просто в нашу семью вошел еще один человек и у нас все сообща. А вот если родители забивают, грубо говоря, на это и говорят примерно так, ну он разберется, он поймет. Или дальше – мы тебя любим, ты не переживай. И кроватки младенца. Ребенок такой секунд – ага, ну-ну. Да, потому что все… Ребенок оценивает поведение родителей поступками. Папа дал маме в бубен – он это оценивает. Мама плачет – он это оценивает. Родители кричат – он это оценивает. Он не понимает словами во многом. Он видит поступки. Отсюда возникает тезис. Чтобы дети правильно интерпретировали, делайте поступки, а не только говорите. То есть, не орать перед ребенком, не бить друг другу носы, не спорить перед ребенком. То есть, вы можете, чуть вперед забегая, бить друг другу рожи, где хотите – на улице, у бабушек, у дедушек, но только так, чтобы ребенок этого не видел. Вы можете быть спорить, ненавидеть друг друга, но когда ребенок рядом, видеть он этого не должен. И если вдруг у вас конфликты, вы просто помните, там, папа, там, поехал туда, там, мама, там, 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 тата, мы там поговорили, решили. Ребенок не должен ощущать вот этого психологического момента слез, криков, споров, дележки, кто кого больше любит, а ты из-за кого. Но у ребенка начинается раздвоение. Он любит одинаково обоих родителей. А вы начинаете его таким образом провоцировать на то, кто кого надо любить больше. Ой, это вообще... Жень, давай вот... Это отдельная тема. Я не буду про сексуальную тематику сильно рассказывать. Ребенок не должен видеть сексуальный контакт родителей. Это наносит сильнейшую психотравму. С очень последующими большими проблемами. Но многие дети слышат этот момент. Дети не должны это, видите, слышать. Ну, поцелую там, в щечку, как-то еще, да. Но без сексуальности, потому что у девочки возникает много внутри, у мальчика тоже. Это долго сейчас рассказывать, сейчас я не буду про это. Иначе вы совсем более запутаетесь. Не нужно. Жень, давай без этого, без умничества, просто посиди, послушай. Едем дальше. Значит... Сейчас, подождите. Потом, 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 потом все. А то я сейчас собьюсь просто. Итак, основная цель. Мы с вами поняли, что в детстве формируется стратегия и тактика. Поняли это? Теперь пишем. Задача родителей понять, как формируются стратегии и тактика ребенка. Нелюбовь, некомпетентность, вина. Исходя из этого, вам надо выстроить следующую линию поведения. Значит, давайте разделим ее на три части. Первое – это формирование тревожной личности. Первое – не пугать ребенка всевозможными болячками с подтекстом, что я сейчас ее напугаю, и она проглотит таблетку. Не пугать. Умрешь, помрешь, снег в башка попадет, а вот Машка умерла, а будет плохо. Объяснять. У тебя будет насморк, ты будешь кашлять, поэтому давай выпьем лекарства, будет там лучше, легче, без пуганий. Бабушкам запретить трансляцию запугивания. Со словами «это опасно». Туда не ходи – это опасно, туда не ходи – это опасно, это одень – опасно, это сделай – опасно, а если это – это опасно. То есть никаких запугиваний, никаких трансляций вреда здоровью и запугиваний быть не должно. Иначе вы сформируете, что? Тревожную личность. Помните, мы сегодня говорили, а что у тревожной личности случится? Когда случатся, помните, да? Обстоятельства, противоречащие стратегиям, если она уже тревожная, то она выйдет куда? Помним? В страх за здоровье, в панику и так далее. Соответственно, не транслировать ребенку в страхе за здоровье. Сказать, ничего страшного, ставьте температуру, вылечим. Вы можете сами нервничать, у вас там может там… Вы можете нервничать, но ребенку транслируем спокойствие. Не волнуйся, все нормально. Справимся. Что у тебя, горло болит? Да, полечим. Неравнодушие. Обнять. Обогреть. Но никак не панически. О, коробка! Знаете таких мам? Вот сейчас кто-то себя узнает. У меня была клиентка, которая вставляла градусник к ребенку каждые 15 минут. Ну как она? Выше? Нет? Выше? Ага. Еще в задницу ставьте градусник каждые 15 минут и удивись, почему у тебя ребенок травмирован потом. Не надо транслировать ребенку сильное беспокойство, иначе он будет поврежденным. Когда мама начинает транслировать сильную тревогу за здоровье, это жесть. Никак ее не переделать. Поздняк, метаться. Никак и мама уже не переделает. Надо просто понимать, что когда ребенок видит эту трансляцию, он повреждается. Он формирует тревогу. Ну, делай выводы, что она пугает каждый день. Ну, покажи этот вебинар. Поэтому я просил быть с родителями. Подождите, подождите. Ну, я сейчас мысль потеряю. Итак, мамы, вставляющие градусники, носящиеся с ребенком со словами «Ах, караул! Ах!» Даже если ребенок болен, и вы нервничаете, улыбаемся и машем, давая ребенку внимание, заботу, но не транслируем панику. Это всем поняли вот это? Сейчас. Не транслируем и запрещаем бабушкам, дедушкам, свекровям транслировать панику. У нас температура, у нас поносик. Ах, ой, там же мороз. Шапку, шапку. Этот, блин, как его? Ноги, ноги, промочил? Нет? Ага, заболел? Что? Все, как ты себя чувствуешь? Не звонить с каждой 15 минут. Как ты себя чувствуешь? Как ты себя чувствуешь? Как ты себя чувствуешь? А там опасно. Туда не ходи. Это опасно? Все. Это жесть будет. Это будет настолько травматичный и тревожный человек, что вы потом любой чих, он испугается. 14 часов. Спасибо. Вот это первый момент, который нужно вести будущим родителям. Если у вас есть такие мамы, папы, объясните им это. При необходимости, если хотите, можете запретить им транслировать эту проблему, потому что это формирует тревогу. Можете сказать, мам, ты вот транслировала мне такую тревогу, я вот тревожный. Я не хочу, чтобы мой ребенок был тревожным. Я ему буду транслировать рациональную эмоцию. Да, у тебя болеешь, у тебя болит горло, ничего страшного, вылечимся, у меня тоже такое бывает. Не бойся, все в порядке. Все у тебя хорошо. И когда вы будете ребенку транслировать, когда вы сами заболеете, и будете транслировать, ничего страшного, я болею, все хорошо. Ты заболел, ничего страшного, все хорошо, мы лечимся. Адекватное эмоциональное отношение к болезням или проблемам, а не панику. Это первый этап. Это понятно для профилактики? Как формируется тревога? Тревожно-мнительный характер. Если у вас уже это упущено, теперь давайте поставим плюсик, у кого это уже упущено. Кто уже так себя повел? Больше уже красота. Давайте так. Вы не могли этого не упустить. Окей? Понимаете? Вы этого упустить уже не могли, потому что вас так научили, и вы это автопилотом протранслировали. Теперь, что вы можете исправить? Слушайте, с сегодняшнего дня вы можете поменять вот эту тревожную трансляцию на уже более рациональную трансляцию ребенку. Без паники. Но вы должны понимать, что вы же паникуете, потому что вы такой. Соответственно, вам придется сначала поработать с собой со словами «Я должна успокоиться внутри», и тогда я перестану это транслировать ребенку. Поэтому правильно работающие родители это родители сами проработанные. Поэтому вы сначала занимаетесь проработкой своей тревоги. А почему я так тревожусь за ребенка? Потому что я научилась у мамы или потому что я боюсь быть плохой матерью, если он заболеет и умрет? Вот этот важный момент. Почему я так переживаю за него? Но это не должно уйти в пофигизм, соответственно, что мне все равно умрешь ты или нет. Но и соответственно в попу градусный каждые 15 минут не надо ребенку, иначе это инцест. Вообще в принципе тема инцеста и тема гиперопекающей матери это как раз то, о чем Женя спрашивал. Запомните, любые интервенции, разрушающие границы ребенка, особенно с тревогой, это психологический абьюз, это инцест. Вы вторгаетесь в психику ребенка этой трансляции. Ребенок нуждается в том, что вы к нему приблизились, в какой-то момент его поддержали, обняли, протранслировали спокойствие и участие в его жизни и ушли в сторону чуть-чуть. Потом опять, когда надо, приблизились, протранслировали поддержку и ушли в сторону. А если вы сделаете вот так, иди ко мне. Все. Фокум, градусник, каждые 15 минут за телефон в уши. Понял? Все. Вы его долбите и вы разрушили ребенка психологически. Никогда не действуйте таким образом на будущее вам. Функция ваша заключается в том, чтобы вы были рядом, заплакал, хочет кушать, подошли, взяли на руки, накормили, погладили, обняли, дали свободу. Пописал, покакал, подошли, взяли, с теплыми намерениями помыли, плобик поцеловали, дали свободу. Но не вот это вечное и не вечное вот это. Поняли? Постоянное таскание на руках это инцест. Постоянное отталкивание это фрустрация и одиночество. И это тоже проблема. Отсюда вывод. Термин, запоминайте, Винникота достаточно хорошая мама. Кому интересно, тема воспитания детально рекомендует литературу. Записывайте. Автор Винникот. Все его работы посвящены именно этой теме. Воспитание детей. Психоаналитическая концепция. Винникот. Написать вам? Я не помню как его называть, но... Значит, это мамам посвящается. По-моему, так фамилия пишется. Достаточно хорошая мама. Дальше идем. Плюсик пишем, кому понятно, что такое много этого и много этого. еще раз повторяю. Ваша функция. Я сейчас про мать говорю. Сейчас к отцу как к папам еще подойдем. И сейчас папам достанется. Значит, тема... Все, все, спасибо. Значит, мать еще раз участвует в любви ребенка. Чем? Как только ребенок требует плачем или поведением, она к нему приходит и говорит я с тобой, я рядом. я всегда тебе помогу и я тебя люблю. Ты мне дорог и нужен. Дает ему тепло, заботу, внимание и дает ему потом свободу со словами я рядом. Это очень важный момент, чтобы ребенок чувствовал себя свободным от любви матери. Всем это понятно? Это пипец как важно. Потому что если мать не даст ему свободу и будет постоянно находиться рядом, это инвалид. это человек, который фактически подвергается разрушению границ. То есть мама вот это всегда вот так вот обняла и говорит я тебя люблю. Ребенок пытается вырубиться. Куда там опасно на улице. Понял? Ну ко мне быстренько я тебя так люблю что ты оделся обулся. Это знаете история анекдот такой. Павлик иди домой. Что мама я голодный? А нет это что мама я ноги промочил? Нет ты голодный? А иду. Уже такого маразма не было. Не запретить бабушкам и мамам вот так вот поглощающие это синдром поглощающей матери шизофренной матери где идет именно фактически изнасилование психики вторгающимся с постоянным любовью. Вам кажется что вы ребенка любите и оберегаете но вы же не понимаете что вы используете свою невротическую идею чтобы я не чувствовала себя плохой я буду его любить. Согласны? Вы же такую идею руководствуетесь мамы бабушки мамы бабушки вы же говорите я ее так люблю я ее так люблю я ее всего оберегать буду так это есть ваш невроз вот этой невротической идеей вы его говорите фактически психологически потому что вы говорите я должна быть постоянно рядом иначе я себе не прощу потому что моя невротическая тактика быть все время с ребенком типа это правильно хочу вас расстроить вы таким образом делаете только хуже понятно поэтому прежде чем воспитывать ребенка помоги себе сам называется а именно пройди психотерапию поняли основную задачу матери еще раз мать должна быть достаточно хорошей что такое достаточно хорошей когда надо она рядом и теплая транслирует тепло и заботу и дает ему потом свободу сломи я рядом но и не должна быть постоянно изолирована со словами ты плачешь я скоро подойду или он обкакался описывался ну поплачет потом я сейчас посплю чуть-чуть тогда вы транслируете ребенку холодность и фрустрацию и он чувствует себя незащищенным если мать транслирует вот этот пофигизм сильный холодность ребенок формирует очень сильную незащищенность и потом знаете как это выглядит в кабинете психолога передо мной сидит 30-летний мужик со словами я никуда не могу пойти поехать потому что такое ощущение как мне бросили вот так это выглядит куда бы я не пошел не поехал у меня такое чувство как будто мне нужны люди кому это присуще меня бросили я один мне 35 лет а у меня такое чувство как будто я один никого нету это вот как раз туда взрослый человек чувствует себя как маленький брошенный ребенок если мы не хотим такого тогда вот не надо делать вот так теперь про маму к маме вопросы будут и про папу перейдем функция матери потихонечку хотя бы в двух словах ясна теперь по поводу конкретного поведения да подожди ты про наркотики свои а теперь про поведение матери по поводу истерии неврастения окр мама должна транслировать любовь интеллект и отсутствие вины ни в коем случае не повторять вот этих слов которые я включал в начале ты такая любить тебя не за что но это по-моему и так всем ясно да тут можно особо не акцентировать что мы должны принимать запишите в этот момент чтобы не сформировать ОКР неврастения и истерию мы должны с вами принимать ошибки ребенка пишем научить ребенка тому что ошибки это нормально из-за ошибки можно любить что ваша любовь должна быть условной верно ваша любовь не должна быть условной вы должны транслировать ребенку что любить его можно без условий что ты получил два как правильная мама отреагирует или папа тоже здесь ребенок получил два ошибся не завалил кондроху вы должны пишем делать работу над ошибками со словами ты ошиблась это нормально давай сделаем работу над ошибками чтобы больше такого не было давай сделали работу над ошибками в чем ошибка была понятно да хорошо но не говорить что ты ошиблась и значит ты тупая то есть не впадать в историю в когнитивной терапии мы это называем сверху в общении ты получила два значит тупая так будет всегда что такого не было со словами работа над ошибками давайте ребенку право ошибиться второй тезис давайте ребенку самостоятельное право на ошибки чтобы он набивал эти ошибки а не избегал их многие родители делают такую хрень они пытаются изолировать ребенка от ошибок кому это знакомо они пытаются подложить везде подушки так чтобы только было безопасно не создавая ему некую проблему это и есть проблема как ходит ребенок вспоминайте он встал упал встал упал именно таким паттерном мы и учимся в детстве представьте себе что если вы сделаете так что ребенок никогда не упадет он и не пойдет никогда ребенок может научиться ходить только много раз упал согласны видели как дети падают кровать с края дивана когда-нибудь как вам кажется чтобы ребенок перестал падать с края дивана что он должен сделать он должен полезть на этот край дивана он с него шиндарахнется пару раз а потом как вы видите родители помните что он уже не следит на край дивана потому что вы ему что скажете видели когда им такой феномен ребенок упал с края дивана а потом когда он на край дивана опять смотрит он уже опасается потому что он видит что край дивана может причинить ему боль а вы можете ему сказать не садись на край упадешь будет больно но если ты упадешь делай выводы ну он маленький так он еще не поймет но тем не менее суть в этом вы должны ему дать право на это если ребенок упал не транслируйте панику спокойно ничего страшного ты ударился я тебе потру голову там или лобик поцелуй все пройдет не бойся никаких о 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 не надо спокойно понятно окей итак учим ребенка ошибаться ты знаешь да как бы ни казалось смешным но и странным ты не сможешь предотвратить ты сможешь предотвратить какие-то вещи если ты будешь внимательно не оставлять кипяток смотреть что у тебя лежит на столах прикрывать углы да но не так навязчиво вопрос где ты должна хранить кипяток где ты должен хранить кипяток чтобы ребенок обжегся так сильно если ты оставляешь кипяток доступности ребенка словами ошибайся зайчик но это странно естественно здоровый ребенок здоровый родитель пытается сделать так чтобы ничего серьезного ему не угрожало ну допустим закрывать розетки согласно острые предметы мелкие предметы подбирать по другому да но есть же нормальные вещи если ребенок может скатерть потянуть на себя верно сделайте так чтобы это не происходило что может быть проще подверните скатерть или уберите если у вас такая там громада на скатерти что он там может быть если вы так боитесь просто уберите скатерть на какой-то момент поставьте эти салфеточки ну на стол если у вас такая проблема что ребенок тянет скатерть на себе может но если у вас там не знаю там что должно стоять на столах что будет опасно думайте как решить проблему а не пытайтесь ее избегать основной тезис ребенок должен ошибаться на улице вы не можете уберечь его от бед потому что если вы будете на улице вечно с ним ходить не ходи нет не наступи он будет инвалидом у вас и он будет потом детском садике в школе забитым существом надо транс сейчас будет больше папам сейчас перейдет эта тема уберечь от бед ребенка это формирование ограниченности его поведения но и транслировать холодность идеи сынок беги ты свободен да это тоже плохо середина я рядом если что я тебе помогу но ты должен сам пройти через какие-то проблемы понятно вот этот тезис немножечко слушай товарищ ты меня замутал своими газовыми баллончиками не надо че за вопросы идиотские если тебе ребенок бросает в огонь газовые баллончики это вопрос уже никому хорошо теперь про папу ну пусть играют у тебя так дети дальше на улице я просто ну как научить ну странный вопрос дети бросать ну бросают ну да и чё ну играют дети на улице дети еще дерутся дети еще много чего делают на улице и так теперь к папам теперь папы функция мама это любовь это присутствие и дистанцирование когда нужно это понятно функция отца это все еще веселее сейчас будет все проблемы невротического характера моих пациентов в основном связаны с поведением пап или их отсутствием объясню почему особенно касается девушек ну и парней тоже если мама эта история любви и тут выдержать некую середину относительно просто то с отцом все хуже обстоит папы инстинктивно до определенного возраста вообще не чувствует никаких влечений к ребенку они воспринимают его достаточно посредственно они не всегда знают что с этим маленьким существом делать и это нормально потом какой-то момент в три там четыре года у них это просыпается не конечно понимает как она работает оказывается она вот так работает прикольно поэтому основная функция отца это не функция матери функция отца это поддержка защита опора и трансляция уверенности для девочек это трансляции что меня защитят меня любят я у папы самое хорошее папа меня понимает оберегает и я у него молодец и даже если я что-то делаю не так папа меня поймет и поддержит и подскажет у девочки папа формирует фундаментальную тему целостности личности особенно ее самооценку девочки вся ваша самооценка напрямую зависит от отношений с отцом в детстве сейчас это поймете если папа был холодным и дистанцированным что будет самооценка девочки будет следующее любить меня нельзя я хуже чем другие со мной не так как другими и так далее если папа не была или папа был алкоголизирован или еще что-то это тоже еще большая проблема это сто процентов создает огромный комплекс неполноценности у девушки это большая проблема потому что у девушки нету опыта той самой поддержки той самой опоры той самой трансляции защиты у нее базисные истории подорваны она попытается найти себе парня который это закроет и тут формируется следующая проблема у нее огромная потребность таком отце которого не было она увидит первого попавшегося парня который ей это про транслирует и она подумает что это тот самый единственный неповторимый это был просто парень а он возьмет и пошлет ее на три буквы через две недели и моя девочка разрушится и разрушится сильно вплоть до суицидов поэтому если вдруг поэтому если вдруг у девочки нету отца давайте сначала первое разберем что папа холодный дистанцированный это сейчас папа касается папа должен находиться в контакте с родители со своими дочерьми и сыновьями основная функция отца это трансляции поддержки понимание соучастие в ее проблемах или в его для мальчика это трансляция мужественности поддержки гордости опоры это очень важный момент это опять же профилактика потому что если уже у моих клиентов этого не было то этого по банар не суда это же вопрос личной терапии как это реконструируется это сейчас касается тех кто родитель папа должен присутствовать в жизни ребенка как опора защита поддержка трансляция уверенности расчесывание девочки волосы словами ты у меня хорошая если тебе павлик сказал что ты плохая это значит павлик какой-то странный ты у меня молодец я тебя люблю обнять дочку походить с ней за руку поцеловать и обязательно говорить внимание папе обязательно говорить сыну и дочери что она хорошая сильная умная справиться и я с тобой бывает так что папа присутствует но они тупо молчат со словами хочу говорить он и так знает не знает бывает так что папы военные бывает так что папы со своими большими проблемами невротического характера они не умеют говорить если папа не умеет говорить о любви это беда потому что ребенок вырастет полуинвалидом он не поймет что его любят ему надо это говорить если папа дистанцирует со словами я и так тебя люблю что ты не знаешь слышь ты чё не знаю что тебя люблю да папа знаю нет так не пройдет папа должен участвовать в жизни сына и дочери со словами ты молодец все хорошо тебя получится не бойся я с тобой тема слез во первых папы ведут себя как запоминаете папы ведут себя ровно так как их воспитали соответственно если ваш папа холодный и дистанцированный внимание это не ваша проблема и не вы ее создавали холодный дистанцированный отец это проблема его детства это все поняли хватит мне это писать еще раз все поняли что холодный и дистанцированный отец эта история про что это история про его детство а не про ваше поведение сейчас все себе сказали папа вел себя так потому что он так научился а не потому что я такая плохая и это четко для себя поняли это очень важно теперь папу если тебя не дали любовь если ты жил во дворе если ты жил в холодных изолированных условиях это не значит что твои дети должны быть такими же понятно надо учиться выражать чувства дочери и сыну они в этом очень нуждаются не доводи до того чтобы они потом пол жизни мучились со словами и я буду вести себя так что меня папа полюбил у меня есть клиенты которые всю жизнь выбирают спорт тренировки институты и институты работу военную службу чтобы только папа наконец-то сказал да ну теперь ты молодец вы думаете он это скажет он этого не понимает он не понимает что его холодное поведение в детстве сформировала центральную стратегию ребенка я буду все делать чтобы папе наконец-то понравится потому что если папа вёл себя политически и психологически простите грамотно ребенок был бы собой а не для не был бы таким что понравится папе если бы мама вела себя психологически грамотно ребёнок тыжил бы с собой а не так что понравится маме Если бы папа вёл себя психологически грамотно, девочка не была бы самооценкой ниже плинтуса. Со словами, всё, что происходит, это потому что я такая дура. Парень так сделал, потому что я плохая. Да парень так сделал, потому что он так мог захотеть. Ну, так вот случилось, потому что я такой. Да так случилось по множеству факторов, а не потому что ты такой. Поэтому, родители, внимательно понимаем ваши слова, поддержка, участие. Выдавите из себя тёплые слова ребёнку. Выдавите из себя, что он вам дорог, что вы его любите и так далее. Это очень и очень важно. Попозже вопросы, ладно? Я сейчас собьюсь просто. Вот этот момент очень важен. Поэтому, будущие родители, мама должна быть соучастна. Когда надо, она рядом. Накормила, обняла, покормила, дала свободу. Понятно? Она пример будущей любви. Меня любит, мама есть, она рядом, всё в порядке. Ребёнок будет отдавать любовь так же. Не на ящего и не холодно. Золотая середина. Отец, я с тобой, я тебе помогу, не бойся совершить ошибок, давай над этим поработаем, всё у тебя получится, ты у меня молодец, ты хорошая, я тебя люблю, всё в порядке, не бойся. Я с тобой. Если папа, если папа, если папа слишком любит дочь, что здесь происходит? Тут тоже происходит истерическая проблема любви. Меня папа любил всю жизнь так и шеи не снимал, поэтому вы, уроды, будете меня любить так же. И вот тут начинается претензия к мужчинам. Ты меня любишь не так, как меня любил папа. Твой муж не папа. Твой муж это просто парень. Предъявлять ему требования, что тебя любил папа так, а он тебя не любит так, как ты привыкла, невротично. Он не подписывался во дворце бракосочетания, что он тебе папа. Он просто парень. Понятно? А твоя жена не подписывала, что она тебе мама. Это просто девушка. Вот это всё надо очень чётко понимать. Так. Вот это и есть основная идея. Конкретных рецептов дать очень сложно. Понятие достаточно хорошая мать и достаточно хороший отец это серединная стратегия. Моя задача дать вам историю о том, как их ошибки создают проблему. Это всем понятно? А теперь задаём вопросу. Сейчас, подождите, вопрос я заблокирую, секундочку. А теперь слушайте, давайте подведём итог. Итак, вспоминайте. Мы начали с того, что есть тактика и стратегия. Помним, да? Что есть тактика получить любовь, тактика получить интеллектуальное превосходство и тактика не быть виноватым. Стратегия, простите. Отсюда формируются тактики, как я буду себя вести. Когда формируются симптомы, когда ситуация начинает не реализовываться и стратегии тактика не работает. Если человек тревожно-мнительный, то это напряжение он воспримет тревожно, зациклится на своём самочувствии и уйдёт в фобический тревожный невроз. И уйдёт вообще в сторону. Если ребёнок не мнительный, то он просто будет продолжать невротично всю жизнь себя вести. Вот это понятно? Вот это первый тезис. Отлично. Второй тезис. Про то, что есть истерия, неврастения и ОКР. Какие конкретные симптомы и как образуются из-за вот этой тактики и стратегии. Истерия – это требование любви, неврастения – это переутомление из-за того, что я пытаюсь через работу получить себя, доказать, что я умный, и я, что я молодец. ОКР – это поведение для того, чтобы не быть плохим и виноватым. Вот это тактики и стратегии. Затем мы перешли с вами к истории про основные функции отцов и матерей. И это серединная функция. Мать должна присутствовать, но уметь пыть, давать ребенку свободу, не фрустрировать и не переобнимать. И это терапия матери, потому что она должна уметь принимать тот факт, что она может быть дистанцирована от родителя. Мама, которая боится дать ребенку свободу и дать ребенку право на ошибку – это больная мама. Мама в норме должна понимать, что ребенок может ошибаться и должен. Папина функция – это функция поддержки, опоры, защиты, примера. И папе нужно участвовать именно с этими функциями в жизни ребенка, а не изолироваться. Если отца в жизни ребенка не было, это уже создало большую проблему. И единственное, что мы можем сделать с этим пациентом, это чтобы он осознал, какая дыра образовалась в условиях отсутствия отца, какая отсюда сформировалась стратегия самооценка и работать с этой самооценкой, с этой стратегией. Давайте, поехали. Вопросы по воспитанию, по стратегиям тактикам, потому что и хотелось бы еще вопросы по паническим атакам, а гуэрофобиям, если нужны. Кому нужны эти упражнения или вопросы? Так, стойте. Если отец был до пяти, ну, если был до пяти, ну, смотри, какой отец, я не знаю. Ну, бывает, знаешь как, если отец был до пяти и все было хорошо, а потом он ушел, может сформироваться история про то, что он ушел, потому что я плохой или я теперь стал неполноценным. Тут очень много вариантов. Надо не задавать так вопросы. Ну, бывает так, бывает не так. Тут нет ответа. Поцелуи и объятия при дочери 2-3 года с мужем не ее папы. Папы у нее нет вообще. Понимаешь, поцелуи и объятия бывают разные. Я могу поцеловать и обнять так, что мама не покажется, мало не покажется. А можно поцеловать и обнять очень скромно. Поэтому тут надо понимать, все-таки старайтесь держать себя в рамках. Потому что, знаешь, поцелуи и объятия могут быть разные. Ребенок может транслировать, что некий мужчина, ну, тут сложная интерпретация. Постарайся просто как-то вот выдерживать это без трансляции, пожалуйста, такой. Старайся мужчину с него тормозить в присутствии дочери. Как стать мужественным? Гениально. Если отец не принимал участие в воспитании. Это возможно вообще мужественным. Вопрос, как стать мужественным? Ну, нет такого вопроса, нет такого ответа. Как стать мужественным, если отца не было? Единственное, что мы можем делать, это понимать, как отсутствие отца создало проблему. Что проблемы на самом деле нету. Что есть проблемы отсутствия опыта. Соответственно, если Жень говорит о том, что бы я делал с таким человеком, я бы его ставил в условия, где он это бы научился. Например, армия. Сходи в армию на годик. Возможно, тебе это поможет. Но, возможно, нет. Это создавание условий, где ты должен научиться этому. Например, армия. Например, работа у... То, что ты твоего дядю сделал инвалидом, это не показатель. Это тебя не оправдывает. Армия, работа у начальника, еще что-то. И зная тебя, ты, скорее всего, побоишься, что тебе причинят вред. И с твоим величеством так себя вести невозможно. Поэтому ты будешь выбирать не армию, ты будешь выбирать парник. Пока ты выбираешь парник, ты делаешь себя инвалидом. Так. Так. Что? Частое требование подарков. Что делать с этим? Ну, Свет, мы уже об этом с тобой говорили, по-моему. Это попытка что-то показать. Это попытка получить любовь. Подарки – это полюбите меня, потому что я считаю, что вы меня любите недостаточно хорошо. Делать с этим можно следующее. Можно объяснять, попытаться объяснить ребенку, что тебе не хватает. И, понимаешь, это уже сформированная проблема. Здесь надо разбираться с детскими психологами после тестирования, после всевозможных тестов и детских методик. Почему он это требует? Как он это требует? Так вот, с кондачка я не могу сказать, что делать с этим. Почему он так делает? Возможно, ему не хватает любви. Возможно, наоборот, слишком перебаловали. Тут надо разбираться непосредственно с этим ребенком. Так нельзя ответить. Детские страхи связаны с сильным испугом и тоже имеют невротическую природу. Сильный испуг – это может быть психотравмы. И невротической природы здесь может не быть, Женя. Например, ребенка оставили в темноте, испугали, либо кто-то или что-то испугал его в детстве. И это сформировало страхи. Это не невротическая природа. Это природа психотравма. И это совершенно другая тема. Это тоже история детских психологов. Это история, которая психотравма видна на тестировании. И с этой травмой ребенка учат сталкиваться и закрашивать, переделывать, перерисовывать. А учатся с этим контактировать по-новому. Примерно вот так. Ну, как-то вот так. Нормально ли это спать с младенцем в одной кровати до года? До года, да. В принципе, нормально. Но сразу могу сказать, что мальчик не должен спать с мамой слишком долго. Особенно это касается уже возраста, так скажем, после 10 лет. Желательно, чтобы он умел спать один. Если мальчик спит с мамой достаточно долго, это большая проблема. И она уже сформирована. Потом будет еще большая проблема. Если ребенок до двух лет рост без отца, как матери компенсировать его отсутствие? Никак. Мать не компенсирует уже отсутствие отца. Нужно либо вести мужчину в свою семью и объяснить ему, какую функцию теперь он должен на себя взять с самооценкой, да, ребенка. Либо потом его по-любому отправить к психологу, чтобы с этим работать. Ты лично, ты никак это не сделаешь. Ты не можешь заменить ему отца. Можно ему объяснить, да, но заменить ничего нельзя. Компенсировать отсутствие можно, знаешь, таким образом. Если отец жив и он вменяем, попробуй устроить и договориться с отцом о том, что они постоянно контактировать должны. Возможно, этот постоянный контакт с отцом не так сильно его травмирует, как полное отсутствие контакта. То есть, отсюда, кстати, вопрос про разводы. Если мы разводимся, то старайтесь сохранить контакты родителей с ребенком. Транслируя, что мама и папа так поступили не потому, что ты, а потому, что мы, и я все равно с тобой, несмотря ни на что. Понятно, да? То есть, контакт должен быть сохранен. Ваши обиды друг на друга никаким образом не должны причинять сильные невротические проблемы вашему ребенку. Он ни при чем. Он не... Давай так. Ребенок не выбирал то, что вы выбрали этого мужчину. Согласны? Ребенок не виноват в том, что вы когда-то накосячили. И делать ребенка из этого виноватым очень глупо, невротично, эгоистично. Ребенок не виноват, что вы забеременели. Ребенок не виноват, что вы выбрали на того мужчину или женщину. Причем здесь ребенок? Ребенок не виноват, а вы начинаете порой либо косвенно, либо прямо пытаться спекулировать этим. Это очень вредно. Что все это? Я тебя не понимаю. А если папа отказался видеться в полтора года от дочери, как к ней не успел привыкнуть? Еще раз. А если папа отказался видеться в полтора года, когда был у дочери, я к ней не успел привыкнуть? Не понимаю, кто не успел привыкнуть? Перефразирую, что-то я не въезжаю. С ежедневными паническими атаками справляюсь от чувства обид... С ежедневными паническими атаками справляюсь от чувства обиды на резкие слова или поступки мужа. По сути, мысли как насправедливая жизнь. Ну да. Это вопрос работы когнитивной терапии, про то, что жизнь должна быть справедлива. Про требования любви, что любви наверняка нет той, которой ты хочешь. Мы об этом сегодня говорили. Мы очень активны. Но тут не вопрос, просто констатация факта, я так понимаю. Да, видимо, ты это понимаешь хорошо. Если папа отказался видеться в полтора года, я к ней не успел привыкнуть к слову папы. Я не понимаю. Если папа отказался видеться в полтора года дочери, я к ней не успел привыкнуть к слову папы. И в чем? А в чем вопрос? Он к ней не успел привыкнуть, но отказался видеться. Я не очень понимаю логику вопроса. А почему он отказался видеться? Потому что он не успел привыкнуть и почему он... Я не очень понял. Особенности общения с подростком. Строгий родитель или друг. Все зависит от самого подростка, о том, что уже сформировано, от его поведения. Где-то надо быть другом, где-то надо быть строгим родителем. Тут надо понимать, что подросток в 18 лет это уже не подросток, это уже самостоятельная личность, на которой де-юра несет ответственность за свои поступки сам. И это надо ему прояснить. Второе. В идеале лучше, конечно, всегда быть другом. Для того, чтобы говорить, ты вправе ошибаться, принимать решение, ты можешь на меня рассчитывать. Объяснить, что есть понятие закон, есть понятие наказания. И тут главное для родителей давать личности право на то, что личность под названием ребенок имеет право быть личностью. Не подавлять и не навязывать. Это очень важно. Вы можете дискутировать, например, ваш ребенок в 15-17 лет имеет свою позицию. Выслушайте позицию, скажите, у меня другая позиция. Приучайте подростка высказывать позицию и обосновывать ее. Транслируйте то, что твою позицию могут не принимать и что они могут быть разные, но не навязывайте. Примерно вот так. Скорее всего, это друг. Но тут друг. Я бы ответил друг. Так. Есть ли роль воспитания ребенка у старших братьев, сестер? Как правильно попадать в их взаимодействие? Да. У старших братьев и сестер, смотря какой возраст, не каждый старший ребенок может понять, что от него требуется. Родители могут объяснить, что... Тут опять же конкуренция, понимаешь? Главная стратегическая задача здесь – это не сформировать конкуренцию. Сформировать надо взаимную дружбу и поддержку. О том, что я старший тебе буду помогать. То есть основная функция старшего брата или дочери ребенка – это помогать младшему. Понимаешь? А не конкурировать у кого извилина длиннее и кого родители любят больше. И родителям не надо в эту штуку играть, что брат умнее, а ты тупее. И формируйте здоровую взаимовыручку, взаимную взаимопомощь, а не конкуренцию. Вот так примерно надо объяснить. Понимаешь? Если я тревожный человек, то нужно не показывать это ребенку. Да, нужно не транслировать это ребенку, если ты тревожный сам. Стараться минимально транслировать тревогу. Еще про детские страхи. После сильного испуга у ребенка сформировались ритуалы избегания чего-то плохого. Тут надо разбираться. Это индивидуальный вопрос этого ребенка, что он там испугался и так далее. Отведите ребенка к детскому психологу на тестирование. Я не могу. Я не экстрасенс. Я не знаю, что произошло. Алексей, читайте, пожалуйста, вопросы слух. Чат не вижу. Читаю. Заходите. Ну, я, по-моему, читаю их вслух. Слова папы. И я не успел к ней привыкнуть. Из-за того общаться отказываюсь. Скорее всего, он боится просто. Возможно. Как это объяснить дочери? Вообще, слова папы, я не успел к ней привыкнуть, это странно. Тут вопрос больше к папе. Хочешь ли ты или не хочешь, а если не хочешь, то чего ты боишься. Дочери это объяснить можно так. Блин, я даже не... Тут надо подумать. Как объяснить дочери, что папа не привык? Это фактически как объяснить дочери, что папа не хочет с тобой общаться. Понимаешь, да? Не знаю. Как объяснить дочери, что папа не хочет с тобой общаться. С одной стороны, я понимаю, что дочери нужно объяснить... Если сказать правду, то она подумает о том, что она плохая. Соответственно, ей нужно... Свет, смотри. Ей нужно попытаться объяснить это так, чтобы она поняла, что отсутствие общения отца не доказывает, что она какая-то плохая. Вот. Что папа не общается с ней или со мной тоже, не потому, что мы с тобой плохие, а потому, что у папы какие-то там свои проблемы. И мы с тобой здесь ни при чем. Ты от этого хуже не становишься. То есть, тут не надо объяснять, почему, понимаешь, папа не общается. А то, что если он это не делает, это не доказывает, что ты плохая. Все у тебя хорошо. Просто у папы у нас такой странный человек. Примерно так. Понимаешь вот эту тактическую идею? До какого возраста актуальны все эти трансляции любви, опеки? Ну, я думаю, где-то до семи. Не очень понимаю, что такое трансляции. Но я думаю, что это всю жизнь должно быть правильно, что как актуально. Всю жизнь актуальна. Есть такие родители, которые всю жизнь пытаются транслировать гиперопеку, и это большая проблема. Если мальчика бьют в школе, нужно ли отцу его защищать? Да. А если мальчика бьют в школе, отцу нужно быть участным в этом. В этом. Если отец холоден и безучастен, это большая проблема. Отец может научить его психологически вести себя грамотно, отвести его на секцию, транслировать ему поддержку, транслировать защиту, транслировать, что ему не все равно. И потом учить ребенка о том, что дать в бубен это не страшно и не плохо при необходимости. Многие папы формируют историю, что драться это плохо, и я не считаю это правильным. Я считаю, что лучше ребенок будет уметь дать кому-нибудь в бубен, но адекватно, нежели будет бояться этого сделать. Обиды на родителей, это нормально после осознания их времени. Ну да, смотри. У многих сейчас может возникнуть некое чувство обиды. И это естественно, но все внимательно слушаем. Вы должны понимать, слушаем меня сейчас очень внимательно, что родители не виноваты в том, что они не знали многих аспектов воспитания. Понимаете? Они не виноваты в том, что они накосячили, грубо говоря, с этим. Они у вас не проходили школу хороших родителей. Они это не знали. Примите их такими, какие они есть. Я знаю, что вы на них чувствуете обиду. И сейчас, возможно, эта обида актуализировалась еще сильнее. Постарайтесь с этой обидой справиться, осознать ее и понять. Но и также поймите, что ваш папа и мама вели себя так, как их научили в их детстве. То есть претензии предъявлять нужно на несколько колен назад. Потому что прабабушка и прадедушка научили вашу бабушку и дедушку так-то и так-то транслировать любовь. А потом ваша бабушка и дедушка научили ваших родителей так-то и так-то транслировать любовь. И, конечно, здесь вы никаким образом не можете быть виноваты, да и родители тоже. Подскажи мне, пожалуйста, Яночка, разве мама и папа виноваты в том, что их так воспитали? Вот как ты сама думаешь? Виноваты ли наши родители в том, что они были воспитаны в послевоенные годы, в голодные годы после Второй мировой? И виноваты ли наши родители, что у них была такая-то мама и такой-то папа? Конечно, они в этом не виноваты. Давайте сейчас просим наших родителей. Давайте сейчас остановимся и просто попробуем понять поведение родителей и дать им право быть такими, какими они есть. Понимая, что они, видимо, не могли по-другому, не умели по-другому разрешить проблемы развода, сдержать свои эмоции. Они не самые, может быть, объективные родители были в юности. Сейчас, когда они пытаются загладить свою вину, вы чувствуете злость, да, когда они пытаются лезть в вашу жизнь, потому что вы говорите, когда вы мне были нужны, вас не было. А сейчас ты лезешь, и вы злитесь на это. Согласны? Вот то, что вы сейчас злитесь на то, когда они лезут, и есть та самая обида. Давайте постараемся их простить и понять. Никто не просит, чтобы вы их начали любить и обожать. А я бы хотел, чтобы вы их просто поняли и дали им право быть такими. Это важно. Окей? Ребенок попал в тюрьму, это вина родителей или его самого. Смотря сколько ребенку было лет, но в любом случае, я думаю, что он несет ответственность за свои поступки и свои выборы. Если ребенок что-то сделал, то я думаю, что здесь нету виноватых. Есть просто ситуация, в которой он так решил поступать. Конечно, здесь есть подоплека про то, что он пытался этим что-то показать и так далее. И, ну, сложный вопрос тут. Холодная мама сейчас стала теплой и заботливой. Необычно как-то. Ну, старайся ее понять и простить. И прожить это тепло, которое есть. Ведь, ребят, я вам хочу сказать кое-что. Вот напишите сейчас, пожалуйста, плюсик, кто обижается на своих родителей сейчас, например. Или испытывает негатив за некоторые формы. Некоторое количество, да? Ну, так, немало. Немало, да? А вот теперь смотрите. Вот все, кто сейчас написал, а вы их похороните. Вот. Вот вы просто вдумайтесь сейчас в это. Вы своих родителей в ближайшие годы похороните. Их больше не будет. Они умрут. И я бы хотел, чтобы вы это осознавали. Вы можете обижаться на их поведение, вы можете их не понимать, но вы абсолютно четко их похороните. Потому что родители умирают раньше. И гораздо лучше, чтобы вы простили и максимально наладили отношения, пока они живы, поняв их поведение, нежели вы это будете делать уже с проблемой, когда их не станет. Это будет гораздо тяжелее. Поэтому да, они вели себя не самым лучшим образом. Но именно понимание этого и некое понимание того, что вам лучше это принять и отпустить до тех пор, пока они живы, это самое главное. Конечно, Фрейд говорил о том, что надо проработать эту историю. Никто не просил вас, не просит и вас их прощать и обнимать. Но понять попробуйте точно. Исходя из стезиса, что рано или поздно они все-таки умрут. Кто что думает по поводу того, что родители все-таки умрут? Просто представьте себе это. Я бы хотел, чтобы вы на самом деле многие люди думают, что ну и умрут, и умрут. Я особо не отреагирую. Вы очень сильно заблуждаетесь. Вы отреагируете и очень сильно. Поэтому попытайтесь, пока родители живы, наладить с ними хотя бы понимание. Теперь давайте вернемся к вопросам о упражнениях. Кто-то писал про панические атаки. Вообще тема сегодняшнего занятия гораздо глубже, чем панические атаки. Сейчас про них говорить как-то смешно даже. Ну, давайте еще разочек. Паническая атака это испуг на вегетативную реакцию. Вегетативная реакция, когда у вас стратегия и тактика в какой-то эпизод времени явно не совпадает с тем, что происходит в окружающей среде. У вас поднимаются внутренние эмоции и вы начинаете этого пугаться, если вы тревожно-имнительные. Отсюда правило номер один. Первое. Пойми, что то, что ты сейчас чувствуешь, это не приступ смерти и не какая-то болезнь, это просто эмоциональное состояние. Объясни себе это. Второе. Основная проблема в том, что вы говорите, что этого быть не должно. Вам кажется, что панических атак быть не должно, что вегетативного напряжения быть не должно. Отсюда формируются основные упражнения. Вам надо не избегать паники, а ее прожевать. Наблюдать за тем, что ничего не произойдет. Для этого можно использовать всевозможные проективные упражнения. Например, упражнение провокации, где вы идете в места, где у вас была паническая атака и изо всех сил пытаетесь, чтобы она была, с четким пониманием, что вам она не принесет вреда. Следующее упражнение вы можете просто наблюдать за тем, что когда у вас возникает страх, вы просто говорите себе, я сейчас просто остановлюсь и буду смотреть за тем, что происходит. Что на самом деле я просто проживаю страх. Очень важно научиться проживать панику, контактируя с ней, а не избегая. Большинство людей говорят, вот-вот сейчас будет пик, и я должен его избежать. Я бы хотел, чтобы вы довели себя до пика и поняли, что ничего не происходит. И повторили это не один раз. Проблема панических атак заключается в страхе и избегании. Как только вы начинаете ее проживать и не избегать, она заканчивается. Агорофобия сформируется примерно так же. Вы начинаете интерпретировать обстоятельства с началом какого-то приступа. Просто-напросто ставьте себя в те обстоятельства, где у вас было вегетативное напряжение и провоцируйте и проживайте его, понимая то, что обстоятельства никак не создают проблему. Ваши органы не знают, где вы находитесь. Сердце, желудок, гортань, в сосуды не могут увидеть возле первого подъезда или на конце города. Это вы интерпретируете, что это опасно. И интерпретация опасности создаете страх. И проживаете вы не смертельные приступы, вы просто проживаете страх. Запомните, паническая атака, вегетативное напряжение это страх. Это не проблемы и со здоровьем. Это не инфаркты, это просто страх, это просто эмоция, которую мы должны не избегать, а познакомиться с ней. И если вы начнете правильно относиться к вашему состоянию, что это просто страх, это просто беспокойство, оно не опасно, вы быстро с этим справитесь. Вот это понятно? Потому что многие из вас считают, что паническая атака вегетативного напряжения это приступы со здоровьем и они опасны. Это не так. Именно поэтому скорая и все остальное не едет на вызовы. Потому что это безопасно. И нет невротиков, которые от этого умерли. 15 часов. Спасибо. Ну что же, давайте позадаем вопросы. Может быть еще про паническую атаку вопросы? Давайте сейчас некоторые минут 5 про паническую атаку задаем вопросы? Потому что вебинар будут смотреть конечно в основном знающие люди, но может быть есть вопросы какие-то по панической атаке? Нет вопросов? Ничего себе. Первый вебинар, где нет вопросов по панической атаке. А почему? Интересно. Если ты говоришь панические атаки возвращаются, значит ты все делала неправильно. Значит ты до сих пор не поняла, что такое панические атаки. Они не могут возвращаться, не возвращаться. Это ты создаешь, ты боишься. Панические атаки не имеют ног, они не могут возвращаться. Типа они тебя делают больно пить. Ну так стоп 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 Страх остаться без мужа. И вопрос задаем такой. Почему я боюсь остаться без мужа? Что именно будет? Это сто процентов какая-то тема с отцом. Понимаешь? Скорее всего это история про то, что я буду без отца и без мужа и я буду какая? А я бы с тобой работал со словами а действительно ли это так? Допустим ты останешься без мужа и как мы будем с этим обходиться? И терапевтическая задача тебя научить оставаться без мужа. Потому что пока ты боишься остаться без мужа ты полуинвалид. Женщина здоровая должна психологически уметь оставаться одной и без мужа. Это здоровье. Женщина не можешь остаться одна это какая-то зависимая женщина. А любая зависимость это ограниченность. поэтому мы с тобой бы работали на тему допустим я останусь одна и как с этим можно обходиться. Я выполняла упражнения все дело возвращается. Значит ты что-то поняла неправильно. если ты пишешь возвращаются значит ты не поняла что это такое. Попробуй те упражнения которые ты делала пересмотреть аннотацию к ним и повторять все это. что если возвращаются значит ты по-прежнему боишься за свое здоровье. ты убеждена в том что они тебе опасны. ты не очень поняла то чего ты делаешь. Паническая атака не может приходить и уходить. Это твой испуг. Понимаешь? Они не самостоятельны. Это испуг. Вот ты сейчас можешь испугаться этого стакана? Нет. А кто-то может. Вот если ты боишься своего вегетативного напряжения значит у тебя будут панические атаки. Как только ты перестаешь пугаться у тебя их не бывает. Паническая атака это испуг. Ты либо пугаешься либо нет. Вот и все. Леша как я понимаю агорафобия это страх открытого пространства. А что если ты выходишь на улицу? Нет. Я бы не назвал агорафобией страх открытого пространства. Дословно агорафобия это страх толпы и рыночной площади. Поэтому ты описываешь конкретно агорафобию. ты не выходишь на улицу так как боишься людей. Но это и есть толпа. Агорафобия это страх толпы дословно. Твоя задача понять почему я боюсь толпы. Что там такого? Возможно ты описываешь сильнейшую социофобию или сильнейший страх опозориться прилюдно. Соответственно упражнения у тебя практикуются на то чтобы допустить что ты можешь быть странным смешным и каким-то нелепым. Туда вот работаем. Потому что знаешь что эти эмоции не опасны. Молодец. Типа они делают больно-физически. Типа это плохое слово. пусть типа будет где-то в другом месте. Ничего не делают. Ты просто испытываешь страх. Ты когда прыгаешь с парашютом ты типа больно что ли? Типа больно. Типа не бывает. Типа это страх. Зачем ты переживаешь на работе? Вопрос тогда. Надо понять что на работе идет против твоей стратегии. Какие упражнения чего Алексей? Какие упражнения? Хороший вопрос. Какие упражнения? Я по-моему называл это основную задачу. Как наладить отношения с отцом если он после инсульта не разговаривает? Диалога не выйдет. Ну да не выйдет. Психологически принять его таким какой он есть. Ну если отец не может разговаривать то он читать может слушать может попробуй просто с ним разговаривать. Просто скажи ему в своих чувствах о том что он тебе дорог попробуй просто быть рядом. Для тебя главное это давайте так для нас главное не чтобы родители поменялись для нас главное внутренне принять их такими какие они есть. Возможно папа у тебя не будет говорить но ты сама внутри себя все для себя скажешь и решишь ему это скажешь и не обязательно чтобы он ответил. Есть некие точные действия тонкие ювелирные которые при панике сделать невозможно потому что трясется ну и что ну кто тебя просит делать тонкие ювелирные действия при панике не делай зачем тебе делать тонкие ювелирные действия при панике ты паникуешь ты переживаешь вышел успокоился подышал расслабился прожил это состояние и пошел дальше зачем тебе делать тонкие ювелирные действия при сильном испуге вопрос в том что вызывает этот испуг вот это гораздо более важно женская проституция какая связь отношения начинается не буду сейчас отвечать на этот вопрос давай что помни если на пике боюсь что стошнит тут как работать тут работать очень просто твоя задача разрешить чтоб тебя стошнило вот тут весь ответ будет скрываться вы стараетесь избегать вы стараетесь не доводить до паники вы стараетесь не доводить чтоб стошнило вы стараетесь только бы не исповедовать а я хочу чтобы вы исповедовали да допустим меня стошнит что тогда вот и все вот и все то есть тут ты должна просто понимать пусть меня на пике стошнит. Доведи себя до пика и пусть тебя стошнит. И увидь, что в этом нет ничего трагичного. А во-вторых, тебя не стошнит. Ты боишься, что тебя стошнит. Согласись, тебя не тошнит. Яночка, ты видишь разницу между боюсь, что меня стошнит, и что меня тошнит? Все внимательны тут поймите это. Вы боитесь, что вас стошнит? Вы боитесь, что случится так? Это страх. А не тошнота. Это разные вещи. Если ребенок в детстве часто наблюдает родителей, занимающихся сексом, это может повлиять... Я уже говорил об этом. Ребенку нельзя на это смотреть. Это уже очень сильно повлияет на его психику. Каким надо быть идиотами, чтобы заниматься сексом при ребенке? Мне тут вопрос интересный. Хреновый чат. Я не успеваю даже написать вопрос. Ну, да, хреновый. Он не должен соответствовать вашим потребностям. Если ребенок в детстве часто наблюдает родителей... Да, отвечал. Постоянно есть картинки о смерти, как умираю, где бы я ни была. Опять же, туда же история. почему я так боюсь умереть? Потому что мы бы работали про то, почему я боюсь умереть, а что будет, если я умру? Если я умру, то я, наверное, что-то не успею, да? Оль, почему я боюсь умереть? Может быть, ты боишься чего-то не успеть. Может быть, ты боишься не сделать что-то. То есть, я бы с тобой работал про то, почему я так боюсь умереть. Поэтому у тебя и картинки. Запоминайте все внимательно. Мы боимся только того, чего мы не допускаем. Окей? Вот вам весь секрет терапии симптомов, страхов особенно. Пока вы боитесь и избегаете, это вас имеет. Как только вы говорите, я контактирую с этим и не избегаю, то страх будет разрушаться. Страх смерти – то же самое. Я боюсь говорить о смерти, я боюсь представить, что умрут родители, я боюсь говорить о том, что умру я. И вот тогда начинается проблема. Понимаете? То есть, мы с тобой бы, Оля, работали на тему, почему я так боюсь умереть. Боишься ты не смерти, а последствий, что ты чего-то не успеешь, что ты, что-то случится. Давайте так. Люди боятся умереть, потому что они либо боятся не успеть, либо потому что они считают, что они своей смертью причиняют кому-то боль. Если мой клиент говорит, да, действительно, было бы лучше, если бы я успел, но я могу не успеть, так бывает. И да, было бы лучше, если бы я не причинял боль своей смертью, но мои родственники могут расстроиться, и всякое в жизни бывает, тогда он больше этого не боится. Understand? Круто. Как может повлиять на ребенка постоянные конфликты между его мамой и бабушкой? Ну, не знаю, с бабушками сложнее конфликты. Тут в основном по-разному, ты знаешь, между мамой и бабушкой. Бабушка порой транслирует, что бабушка любит, мама бывает более холодной. Тут скорее зависит от, макс, от паттерна того, какая система в семье, какую функцию взяла на себя бабушка, какую функцию взяла на себя мама, и как ребенок относится к бабушке и к маме. Я не встречал в своей практике, что именно конфликт бабушка и мама как-то идет в генезе невроза. Я вот честно такого не помню. Чтобы это было как-то очень сильно, вот, если бабушка заменила мать, а потом мама объявила со словами «Доброе утро, дорогие», вот тут, конечно, бабушка интерпретируется больше как мама, и мама является такой, знаешь, таким посягательством на бабушку. Тогда бабушка интерпретируется как мама, и ребенок весь в бабушку вцепился. Ну, тут надо смотреть, тут по-разному может быть, понимаешь? Все зависит от функции бабушки и как ребенок относится к бабушке. Если ребенок спит вроде крепко, можно заниматься сексом в этом же помещении. Давай так. Я бы вам вообще не рекомендовал заниматься сексом вблизи ребенка. И закроем эту тему. Ни один психоаналитик не допустит этого. Это очень важно. Откуда может быть страх выкалывания глаз? Не знаю. Это какая-то твоя фантазия. Да. Ой, я понял. Ну что. Может быть еще по чуть-чуть вопроса, мы потихонечку будем закругляться. Давайте обратную связь, коротко. Как вам вообще бабанар? Что получилось? Получилось ли понять, что такое тактика, стратегия, как она образуется? Что такое невроз? Получилось понять? Напишите, что получилось, что не получилось. Так. Сейчас, подождите. Я вот этого товарища до свидания ему скажу. Он что-то меня как-то замочил. Всего доброго. Ага. Так. Ага. 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 Вы получили ответы на вопрос, что такое невроз, как формируется, как детство связано с неврозом. Теперь понятно, как формируется, что формируется в детстве и что такое симптом. Сейчас, подождите, там что-то про ОКР, пожалуйста. Чем отличается ОКР с ритуалами чистоты, где мысли в принципе понятны от ритуалов? Чистота – это история очищения, понимаешь, я грязная, мне надо очиститься. Этот ритуал с чистотой связан именно с угрозой чистоты и нравственности грязноты. Это всегда метафора про то, что я какой-то или какая-то нечистая, и мне надо очиститься от чего-то. Опять же, я плохая. Это просто именно особенность, Жень, чистоты ритуалов – это я очищаюсь от того, что я не могу принять в себе, понимаешь? Что-то человек либо сделал, либо интерпретирует, от чего ему надо избавиться, поэтому формируется очищение. Это всегда конфликт такой. Я должна быть такой, но вынуждена быть такой, и мне надо очиститься. Как, давая свободу ребенку, не перейти на вседозвольность? Но тут опять же, понимаешь, Юль, золотая середина. Я даю тебе право принимать ответственность на себя, если что, я рядом. Ты можешь высказывать свою точку зрения, ругать его за что-то, объяснять, что ты не согласна. Между пофигизмом. Понимаешь, вседозвольность – это какая штука? Делай то, что хочешь, мне все равно. Ты должна участвовать со словами «я считаю это не так», «я считаю это неправильным», но если ты это будешь делать, будут такие-то последствия. Например, объяснить ребенку, смотри. Если ты проделешь делать так, ты будешь лишен мультиков. Понял? Да. Значит, если тебя лишат мультики, лишать тебя мультиков – это твоя ответственность. Понял? Да, понял. Он пошел, ты сделал, ты лишила его мультиков и говоришь. Я тебе говорила, что если ты это сделаешь, ты будешь лишен мультиков. Правильно? Правильно. Ты это сделал? Да. Значит, ты согласен, что я мультиков тебя лишаю. И лишаешь его мультиков. Тогда у ребенка формируется понимание ответственности. Поняла? То есть он должен привыкать нести ответственность за то, что он делает. А не просто он должен понимать, за что его наказывают. Давайте вот так. Если вы наказываете ребенка, он должен понимать за что. Спасибо, Свет. Но я постарался. Ботовая химия вредна? Ну, я понимаю, о чем ты. Тут опять же ОКР-ная тема о том, что у тебя есть иллюзия про то, что бытовая химия вредна, и надо ее вымыть и промыть. У меня есть такой один клиент. А я, например, при нем ел пену для бритья. Ему казалось, что она может отравить его. Это сложная терапия, Женя. Сейчас это очень тут тяжело это рассказывать. Это поведенческие упражнения. Мы должны контактировать с бытовой химией, чтобы показать, что она не вредна. Понимаешь? Я лично ел пену для бритья, гель для душа, облизывал там чашки, ложки. В общем, что я только не делал, если честно. Показывая человеку, что это не так. И он должен потихонечку сам тоже это делать. Спасибо вам большое. Ребята, у меня вконтакте, в шапке, спасибо, есть обратная связь. Я буду вам благодарен, если вы напишете обратную связь туда. Я надеюсь, что вы для себя записали мероприятие, так или иначе. Если вам нужна копия, вы можете приобрести за 300 рублей. Если вам нужна будет копия. Вот и все. Вы можете это сделать совместно с кем-то или один. Welcome. Без проблем. Я надеюсь, что... Это идея опасности, да. Но это псевдоидея опасности, что мы должны столкнуться с пеной и понять, что это не опасно. Это идея опасности, верно. Пожалуйста. Сталкивайся с этим и понимаешь, что это не так. Да, 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 да. Теперь смотрите. А если вам нужна просто копия этой записи, когда вы будете покупать на сайте, в комментариях укажите вашу электронную почту, с которой вы предварительно оплачивали это участие. Например, там, вася.пупкин.собака.gmail.com Я просто увижу, что вы уже были на этом мероприятии, и я вам пришлю эту копию. Вот и все. Также здесь три дня для тех, кто сейчас участвовал, можно приобрести все 10 вебинаров и DVD с большой скидкой за 3500 с доставкой. Кроме Украины, соответственно, и Евросоюза. Соответственно, если вам нужен DVD и 10 вебинаров со скидкой, вы можете также заказать, указав свою электронную почту. Спасибо вам большое за участие. Я постарался быть для вас эффективным. Это был последний вебинар в этом году. Я считаю, что сегодня тема стратегии и тактики – это является самой фундаментальной историей моей работы в психотерапии. Еще раз внимательно меня слушаем. Наша задача – освободиться от стратегии и тактики, потому что вы проживаете не свою жизнь, а вы проживаете историю про то, можно приобрести все это в разделе услуги. Вы проживаете жизнь про быть для кого-то каким-то. Моя задача – сделать вас свободными, чтобы вы жили не потому, что надо понравиться маме и папе, а потому, что я так выбираю жить. Я всегда ела бананы, чтобы нравиться папе. А ты знаешь, что есть еще яблоки, груши и виноград. И если папе не нравятся груши и виноград, это не значит, что ты не имеешь права их попробовать. Это очень важно. Вы будете свободны только тогда, когда вы будете жить и выбирать институты, людей, не потому, что это мамы и папы, или не потому, что вам надо им понравиться, а потому, что вам просто нравится этот человек. И вы понимаете, почему и как. Вы выбираете эту профессию, понимая, почему и как, а не для того, чтобы… Вы понимаете, куда вы втягиваетесь, куда вы не втягиваетесь. Это очень интересная работа над собой, и она требует времени. Спасибо вам большое. Вот примерно так. Спасибо вам большое. А, ну в конце я заблокировал человека, но он какие-то странные стал писать вещи, я просто не очень люблю. Вот, да. Вот, собственно говоря, и так. Ну, вебинар-то он прослушал еще. Молодец. Спасибо вам огромное, что вы присутствовали. Рад, что вас снимало для воскресного момента. Канал Невроза Мегаполиса желает вам хорошего конца года. Не бойтесь, ничего не произойдет катастрофичного. В России все хорошо. Есть некоторые тревожные настроения, но это временный этап. В середине пятнадцатого года все уже будет в порядке. Просто потерпите чуть-чуть. Спасибо вам большое. Увидимся. Я продолжу снимать ролики, продолжу работать. Запись группы. Будут группы старты, группы продвинутые. Все бронирования в январе, после моего выходного, после отпуска. Так что, спасибо за присутствие, ребята. В группах мы продолжим. Град, что вы пришли. Спасибо вам еще раз. Увидимся. Ваш Алексей Крайсиков. Спасибо вам большое. До встречи. Спасибо.